Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 24 мая 2016 года, выпуск номер 84. Время 25 минут 11 по Челябинску. Всем привет. Дизайн как-то у тебя вырвалось, как будто это самое главное у нас будет в этом выпуске. Тема. Какой дизайн у меня? Просто у тебя UwebDesign. А, ты думаешь, меня уже на кнопку сел, как с учителями, ты меня тут разыграл. Ну, это одна из громких тем сегодня. Кстати, какие у нас сегодня громкие темы? Например, Три тайны Илона Маска. Чё, это я не ссу вообще? Это не громкая тема. Ну ладно, не будем переписывать, давай. Какие же у нас громкие темы? Мир до интернета, чтобы было, если. Сравнение технологий для веб-анимации. Я никогда не буду работать в офисе. Погнали. Погнали. Знаешь, я чё ещё хотел сказать перед тем, как мы перейдём ко всему-ко всему? Ну-ка. Перед тем, я сегодня просто днём подумал, что, знаешь, у нас некоторые выпуски, это сейчас не реклама алкоголя и спиртного, да? А просто у нас даже не выпуски, а вот наши разделы в подкасте, они как будто вот чувак в бар пришёл к нам в подкаст, да? И он как бы смотрит на некоторые разделы, и некоторые для него... В UwebBar ты имеешь в виду? В UwebBar, да. Некоторые разделы для него коротенькие, какие-нибудь светские новости. Он как будто шот замахнул и сидит. Дальше для него разработка. Он сидит Long Island Tea, он долго тянет его, ему нравится, прям он сидит холодненький, хорошо, разработочка. Потом дизайн, допустим, мохито он берёт, естественно, мохито, ещё как же. Смузи. Смузи, да. На алкогольный смузи, да. Вот, и так вот, как тебе моя метафора? Метафора крутая. А если он в спортбаре сидит, то, понимаешь, для него дизайн и разработка это два периода футбольных. Причём периоды в хоккее, два тайма футбольных. Он между ними идёт в толчоке сидит. А светские новости, это как раз перерыв. Ну да. А социальные новости тоже после матча уже вообще до сих пор обсуждать. На Учпоп это уже по дороге домой в машине. Причём в такси, я так понимаю, да. Ну ладно, у нас, кстати, есть, как обычно, а ничего у нас нет, как обычно, как обычно, у нас теперь в другом месте. Блин, я не тот сафари открыл. Можно переходить к разделу про мохито, он же дизайн. Да, раздел про мохито. И первая новость у нас на блоге Salesforce. Это одна из таких крупных CRM-систем в Америке. И у них блог называется Salesforce UX. Это раздел на Medium. Автор Джесси Хослер. Ну, если я правильно его немецко-подобную фамилию читаю. Хауслер, Хослер. Семь вещей, которые должен знать каждый дизайнер про accessibility. То есть про доступность. Тут вот, Никита, обрати внимание на картинку. Я не помню, она будет? Да, она будет здесь. Так пока не обращай внимания на картинку. Что такое accessibility? Давайте сразу надо определиться с понятиями в нашем long drink. Так вот, и accessibility это у нас возможность людям с разными disabilities, с разными ограничениями поглощать, понимать, осуществлять навигацию и взаимодействовать с информацией, а именно с вебом в нашем случае. Хранить вас просто, нет? Ну, практически да, как на экзамене по информатике. И представьте, вот себе, говорит, мир, в котором, типа, все разработчики уже умеют имплементировать любые accessible фичи, и дизайнерам нужно только их задизайнить. И, типа, дизайнеры-то же, типа, все знают accessibility, это только разработчики не знают. На самом деле, в реальной жизни как раз дизайн обычный портит accessibility. В том смысле, что некоторые вещи, которые надо сделать accessible, они не вписываются в дизайн, и приходится идти на какой-то компромисс. Но это ложный компромисс. Давайте посмотрим, по каким параметрам этот компромисс ложный. Нас, конечно, чуть-чуть сейчас успокаивает, и первым пунктом написано, что accessibility это не барьер к инновациям. Так. Хотя на самом деле барьер. Но, грубо говоря, ну, нужда сделать наш сайт доступным для разных платформ не заставляет дизайнеров делать его уродливым, скучным, там, и замусоренным. На самом деле, замусоренным как раз не надо его делать, но тем не менее. Но, все-таки, накладывает ряд ограничений, которым нужно следовать. То есть, вы clean и simple не получится всегда сделать. Ну, здесь на конкретных примерах рассмотрим, почему. И здесь вот эта картинка, я даже не знаю, это семья или просто срез людей. И здесь написано, типа, вы подумайте вообще, что вы дизайните, ну, если вы делаете какой-нибудь крупный продукт, типа Yelp, а все мы в мечтах делаем Yelp, то вы дизайните для всех типов аудитории от стара до млада. И вот скажи мне, Никита, вот ты из всех людей, которые здесь нарисованы, вот таким скетчевым рисунком, карандашиком, кто вот ты бы хотел, чтобы нашим основными, целевой аудиторией подкаста нашего было? Core слушателей, если угодно. Ну, во-первых, бабушка, которая сидит с очками. Согласен, так. И мне нравится, что над ней как бы дедушка, но на самом деле это просто там хипстер какой-то. На самом деле, это как раз один из дизайнеров, который здесь сверху говорит, this is so meta, I can't wait to write a medium post about it. Вот да. У меня просто здесь дама есть слева с выбритой головой, но у нее почему-то палка, как будто она слепая. Вот да, вопрос, она вроде бы с плеером, то есть она модная. Да, но она слепая. И тогда нахрена она выбривает себе голову, если она все равно слепая? Это напишите в комментариях. Тут мне еще нравится, есть женщина, она уже вроде бы женщина с ребенком, но она с дредами, самая правая. Да, хорошо, хоть ребенок у нее без дред, но у нее ребенок уже одет как клоун из Макдональдса. Вот раскрасиво, мысленный, прям вот он желто-красный. Напишите, да, в комментариях, кто вы из этой толпы. Обязательно особо пишите, если вы бабушка. Или дед хипстер. Ну, дед хипстер я предвижу какое-то количество. Я напомню всем и зрителям, и слушателям, что для того, чтобы написать комментарий, можно поставить на паузу, свернуть видос, зайти в коммент секшн, написать комментарий, потом продолжить смотреть дальше. И вообще, слушатели, обязательно смотрите наш подкаст еще и на ютюбе, вы пропускаете большое количество фана. Визуального. Да, визуальный фан, так его назовем. Так вот, здесь на самом деле расшифровка этой картинки, что все люди, для которых вы делаете контент, мало того, что они отличаются по возрасту, они еще отличаются слепотой, дальтонизмом, просто слабым зрением, глухостью и так далее. Поэтому надо не забывать про то, что они тоже хотят потреблять и даже иногда создавать контент на ваших платформах. Второй пункт. Не используйте цвет как единственный индикатор того, что происходит. Здесь есть конкретный пример формы на Paypal, черно-белую. Типа, чувак нажал continue, и ему написали, типа, есть ошибка. Но, так скажем, обратив внимание на сером картинке, где code, у него есть знак, типа, warning. Ну да. Треугольничек с восклицательным знаком. Так вот, типа, а когда мы посмотрим в цвете, то там четыре поля аж выделено красным, и email, create your password и confirm your password тоже выделено красным. Но если отключить цвет, если, грубо говоря, мы кошки или собаки, кто там черно-белым видит? То мы отключаем, конечно. Сейчас нам напишут, что мы поколение памперсов, не знаем, кто там черно-белым видит. Но, по-моему, доподлинно это никто не знает. Вы же не можете спросить у собаки? Ну, по-моему, про собак. Кто-то еще перевернутый видит. Сейчас все собаки напишут нам в комментариях. Я же... Это я вспомнил. Перевернутый там младенцы видит. Так что младенцы тоже... Не, ну мы по факту мы все видим перевернутый. Просто у нас же там линза, хренинза. А, да? Ну, то есть я, похоже, все-таки не знаю, нихрена. Ну, ну, ладно. В общем, на самом деле надо бы, типа, вот этот знак с восклицательным на все четыре поля распространить, чтобы даже люди с дельтонизмом понимали, что у них в четырех местах неправильно введено. Ну, да, да. Я даже не знаю, где у людей с дельтонизмом четыре места, куда можно вводить. Ну, наверное, есть. Так вот, на самом деле он здесь пишет апдейт, что у него на браузере какой-то плагин стоял, который ему блокировал отображение восклицателей, и они вообще-то есть везде. Но как хрестоматийный пример получился вот этот с PayPal. Третий пункт. Будьте уверены, что у вас есть достаточный контраст между текстом и бэкграундом. Ну, мы с тобой об этом говорили как-то одной строкой в рубрике «Дизайн», что светло-серый не должен быть сильно светло-серым. Там есть много ресурсов. Я даже сейчас здесь сделаю пометочку, и у вас появится подкаст, в котором мы об этом говорили, я найду. Так вот, там мы говорили, перечисляли несколько ресурсов, на которых это можно проверить, не будем повторяться. И здесь он приводит конкретный пример, что вот на Medium, на котором этот пост как раз и появляется, в футере, так скажем, только буковка «М» является достаточно контрастной, а все имена, авторы, шея, драфт, паблиш, они слишком бледные, и хрен их видно. В отличие, например, от сайта BBC, где даже самый светло-серый, 76-76-76, и он достаточно контрастен по отношению к белому. Ну и правда, мы сюда смотрим, мы прям как будто газету из «Гарри Поттера» взяли. То есть вроде верстка газетная, вроде все черно-белое, а фотографии цветные. Ну и двигаться еще должны. Футболисты, ну да, кстати. Сразу вспоминается, что вышел там какой-то постер Сэма Уотсон, там что-то это, где она красавицу играет, красавица-чудовище. Возможно, чудовище. Пости ошибка, да, она играет чудовище, ну ладно. И здесь чувак рассказывает, что вот он работает, Джесси его зовут, я напоминаю вам, Джесси Хослер, он работает в Salesforce Design, и у них все супер контрастное и крутое. Он прям не применет похвастаться. Возможно, он именно за это и отвечает, поэтому да. Ну, собственно, он там в конце пишет статьи, что у него уже 12 лет опыта в accessibility. И он уже бородатый дед. Хипстер. Ну, я не знаю насчет хипстера, может быть, он сидит там с удочками и с ружьями, как настоящий реднек, но тем не менее. Не забывайте, типа, писать стили для фокуса. Псевдо-класс фокус, это когда вы табом табаетесь между ссылками, выделяете их, то там есть вот такая голубая обводочка. И говорит, полное говно, когда есть сайты, на которых это выключено, из-за того, что CSS Reset какой-нибудь используется, или Normalize CSS, а вы уже не делаете какой-то свой кастомный стиль для фокуса, это эти стайл CSS Reset сделаны для... Как это сказать-то? Забыл слово. Ну, когда... А, для ответственных. Вот, для ответственных разработчиков, когда вы не забываете делать дерьмо, то есть фокусные стили. Так вот, если нет, то лучше браузерные не сбрасывайте. Вот, например, он говорит, на BBC фокусный стиль вот такой голубенькой полосочкой снизу в меню подчеркивает, вот ты под шо поможешь видеть. Вижу. И типа круто. А на Twitter фокусный стиль настолько переписан, что, во-первых, дефолтная обводочка есть, появляется Tooltip сверху, подсказочка Retweet, и еще и кнопочка окрашивается в зеленый, что прям, типа, выделена вот эта хрень. Для всех сразу видов дальтоников, дураков и прочих чуваков с ограниченными возможностями можно сразу Enter нажать и ретвитнуть. Круто? Прям круто. Возможно, даже есть микровзаимодействие, где там эти стрелочки друг в друга входят, заходят, и все, и происходит эритвит. Здесь есть еще анти-пример, в котором превью и осталась дефолтная обводочка и какая-то кастомный бэкграунд. Вы, типа, если уже делаете что-то кастомное, вы хотя бы обводочку-то убираете. Ну да. Пятый пункт. Будьте аккуратны с формами. Первое — это формы без бордеров. Ну, то есть, когда импуты без бордеров, хрен пойми, куда жать. Вот, например, я сразу проскрою для примера на медиуме. Здесь title — tell your story. Он говорит, а куда мне вообще нажать-то, чтобы рассказать историю? На самом деле, хоть куда они предлагают нажать. Ну, не то чтобы хоть куда. Там на следующем скрине обведено, куда можно нажать. И там, как бы, часть, она не очень очевидная. Ну, как бы, вот строка tell your story, еще одна строка под ней. Ну да. Ну, то есть, ну, вроде как бы понятно, но в угоду дизайну они немножечко... А и вдруг я дурной, и вот внизу сильно хочу нажать. Ну, не знаю, мне сразу картинка Stone Stanley вспоминается. Я даже здесь маркеры сделаю. И просто сделаю картинку, чтобы вы понимали, для тех, кто не знает мем. А он говорит, если бы вот просто хотя бы такими тоненькими серыми полосочками ограничивалось зона, куда нажать, то и то было бы прикольно. Вот здесь следующий пример. Еще один пункт про формы — это элементы форм без лейблов. И на самом деле у чувака, у Джесси прям боль. И у меня тоже боль. Мы все время на работе с моим коллегой спорим по поводу, нужны ли лейблы для всех инпутов. И да, они такие нужны, потому что без них немного непонятно. И очень часто есть вот placeholder, например, search Twitter. Во-первых, placeholder дефолтные очень неконтрастные, они серые, на них нихрена не видно. А во-вторых, когда ты уже начинаешь писать в placeholder, ну вот, например, здесь дальше пример. Get delivery from your favorite restaurants. И там был какой-то placeholder, типа там, введите свой адрес, например. И он начал уже писать, и там он пишет, what am I supposed to enter here again? То есть placeholder когда-то теряется, мы уже забываем, что там сделать. Если бы сбоку был лейбл, ваш адрес, или введите адрес. Или хотя бы, знаешь, как, я не помню у кого, но кто-то имплементировал, по-моему, Тинькофф Банк. Ты начинаешь писать, и placeholder как бы убегает наверх и становится лейбликом. Понятно, что это супер джаваскриптовая тема, и можно ограничиться и дефолтным лейблом. Но тем не менее, то есть я прям вот поддерживаю Джесси, что вот формы с лейблами, они прям сильно нужны. Шестое. Избегайте компонентной идентичности. И здесь он, я сразу проскроллю, показывает о том, что бывают селекты выпадающие. Бывают выпадающие меню, не всегда понятно, меню это или селект. И в меню по дефолту нельзя будет табом там табаться. В селекте можно будет стрелочками выбирать элемент и так далее. То есть если у вас по дизайну все выглядит одинаково, то вы сделайте как-то хотя бы понятно с подписями и так далее, чтобы юзер это на уровне пользовательского опыта как-то различал. Ну и в том числе всякий вот... Ну вот, да, седьмой пункт. Не заставляйте людей находить скрытые возможности по наведению. И он сразу доходит, например, до Google почты, и в ней все ссылки пронумерованы. Он использует какое-то приложение Dragon, а это скринридер именно. И Dragon по номеркам говорит, называет ссылки, и ты можешь ему голосом сказать, кликни на ссылку 12, и он на нее нажмет. А если у вас есть типа какие-то скрытые ховер ссылки, то у вас будут номерки в пустоте висеть, вы будете не понимать еще, а что здесь за номерок. И только когда вы наведете, у вас там что-нибудь всплывет, кнопка редактировать, например. Вот, и дополнительный его пример, это его профиль на LinkedIn, в котором он заходит, и вроде, ну, просто профиль Джесси Хослер, там, супер аксессибилити специалист Salesforce, а по наведению на каждую строчку мы ее можем редактировать. Там сразу появляется карандашик сбоку, и можно писать. Но по умолчанию, пока ты никуда не навел, ты даже не знаешь, что это можно редактировать. Он говорит, ну, сделайте вы карандашик просто поменьше, и чтобы он был виден всегда. Я тогда хотя бы буду знать, что, ну, можно редактировать. А когда я навожу именно на ту, какую надо, чтобы голубым выделялось. Ну, не знаю, почему именно голубым, видимо, что у него поло голубое здесь. Может быть, по другой какой-то причине, но тем не менее. То есть он, может, говорит, кто-то скажет мне, что это довольно тяжелый интерфейс, но хотя бы зато типа понятно. Можно сделать более серым карандашик. Ну, как бы сделать, чтобы он был такой саппл, незаметный, но вот тем не менее. И еще один пример это Evernote, в котором всякие будильнички, фейвориты и корзиночка появляются только при наведении. Почему, говорит, не сделайте их вот так всегда видным? Да, типа мне опять напишут в комментариях, что это слишком тяжелый интерфейс, но житуха вообще тяжелая, говорит нам Джесси Хосовер. И тем завершает свой пост. Ни хрена, он гений. Он еще 12-летний ветеран accessibility. Ну, он ветеран, реально. Он, кстати, здесь благодарит Джину, которая, ну ты понимаешь, которая для SaaS сайта сделала дизайн, но она тоже в Salesforce просто работает. Видимо, они там спелись. Она его научила на Medium писать, он здесь сразу нашел, что все не контрастное, все говно. Ну и в принципе, возможно, не просто на пару пишут в бложек Salesforce UX на Medium. В общем, вот как-то так. Первая тема у нас заканчивается. Вторая, я думаю, будет не такая длинная, потому что называется она Эмодзи в имейл-рассылке инфографика. Какой-то сайт Русабилити. Вообще не знаю откуда. Но это, видимо, про юзабилити российское. По-моему, кто-то нам предложил на ВК. Я сейчас не готов утверждать, но да. Автор поста Елена Дрозд. Отлично. У меня аж голос дрогнул, ну потому что... Интересно, Эмодзи Дроздай здесь будет. Не знаю, но... Я тебе помню, что за кадром, когда мы готовились, говорил, что когда Эмодзи появились... Занимательный факт. В 99-м году... А, собственно, по-моему, я из этой статьи это и взял. Ну, давайте будем думать, что это я просто где-то вычитал. В 99-м году появились, их было всего 122, что ли. А сейчас их уже 1200 с лишним. Охренеть. Так что да. Так вот, рейтинг. Здесь как бы в начале инфографики, так скажем, есть рейтинг. Не самой инфографики, а такого явления, как Эмодзи в имейл-рассылке. И редакция Русабилити пишет, что актуально на 4 и 4 и 5 из 5, презентабельно на 5 из 5 и полезно на 4 из 5. Полезные Эмодзи. Это, наверное, Эмодзи говна, возможно, полезная. У меня iTunes заставил меня убрать notification. Да, возможно, полезные только из-за Эмодзи говна. А читатели, читатели, у них 3 звездочки на актуальность, 1 на презентабельность, точнее, ползвездочки, и 3 на полезность. Причем, когда я только эту тему нашел на подкаст, у презентабельности и полезности вообще по нулям было, а у актуальности было 4,5. Сейчас как-то мнение читателей изменилось. Здесь написано, вы уже оценивали, хотя я нихрена не оценивал. О-о-о, да, у меня тоже написано, вы уже оценивали. Я вот, если честно, смотрел инфографику, но вот что-то на третий вопрос не нашел здесь ответа. Возможно, это замануха просто. Так вот. Во-первых, использовать в теме письма символы, это многолетняя практика. То есть, кроме Эмодзи, были всякие там 1, 2, 3, вот эти вот кружочки, был джип, решеточка джипа, например, и так далее. То есть, это типа и не ново совсем. Самый эффективный, самый неудачный Эмодзи для заголовков. Лучший по уровню открываемости, почему-то снеговик. Потом солнышко, звездочка. Прикольно. Я так скажу, на рассылке веб-дизайнер-ньюс очень часто книжечка есть. Типа, ну, я прям знаю, типа, вот тут будут статьи, практически академические. Мне нравится, я прям открываю. А вот на рассылках от Пиксель Будда, например, там звездочки. И меня бесит. Мне прям хочется... Мне звездочки очень рекламный подтекст носит, что прям мне нравится, что тут круто, круто, круто. Ну да. Я, правда, не знаю, какой им использовать. Мне даже палец вверх меньше бы отвратил, чем звездочки, если честно. Может быть, это генетическая память. И я вспоминаю, когда на Ютьюбе рейтинги были не пальцы вверхные, а из пяти звездочек. А если ты помнишь, такое было. Было, было. Хотя сейчас вот мне больше нравится все-таки пальцы вверхные. Согласен. А ему проще. Пять звездочек выбирать сложно, реально. Тебя заставляет прям градацию какую-то устраивать. Ну, в общем, нужно знать, когда это использовать. И, кстати, эмотиконы, они появились еще в 982-м. Ну, то есть, смайлики именно из символов. Эмотиконы. Я просто... Колобки. Нет, колобки это уже не эмотиконы, это уже именно... Колобки это русская наша хрень. Ну, это как эмотзи уже, именно такие смеющиеся смайлики и так далее. Ага. Так вот, ученый Скотт Фалман был первым, кто изобразил улыбку и печаль с помощью знаков припинания. Представляешь, вот это же гений на самом деле. Вот так просто взять и выдумать такой бред. Ну, да. Я понимаю, что мы уже кроликов рисуем знаками припинания. Но он первый. Ну, возможно, кто-то и кролика первым нарисовал. Охренеть. Баян кто-то первый нарисовал вот этими скобочками, двоеточки. Я не знаю, считается это эмотиконом или нет. 176, оказывается, было эмотзи изначально. Причем, говно там тоже было изначально. Смешно. Многие эмотзи в разных операционных системах, в платформах, выглядят по-разному. Это вот прикольно, что у гугла мальчик. Там не просто мальчик, там бесполое какое-то создание, амеба. Не, я превью с гугл. Ну да, да. А, ну превью. Ну вот, они к бесполому. Для наших слушателей, я просто объясню, там вот этот вот эмотзи, который все знают, есть в iOS, там девочка такая, которая танцует что-нибудь. В красном платье. Да, да. И она в гугле почему-то либо какое-то бесформенное что-то, либо мальчик. Тогда у гугла все было бесформенное что-то. Но с какого-то момента они пол какой-то... Ааа. Это сейчас, к сожалению. Это сейчас у них бесполое все. Вот дерьмо. Ну это как бы типа один большой эмотзи, толстый, жирный. Ну да, да. И он делает разное. Он делает всякое. Ну, Apple-то тоже, оказывается, изменили. Я-то вот и не знал. Я вот не очень его использую. Ну, Apple изменили спецом под нации. Ну, в смысле... Аа, чтобы можно было окрашивать в разный цвет, но они почему-то и платье подрисовали. То есть не может же девочка одна в платье, как и только белые танцевать, конечно. Ну, ты заметь, ей каблучок увеличили, например. Ну да. До этого она в балетках была, в чешках практически, а сейчас она все-таки в туфелях. Ну, более выразительное платье стало, я согласен. Ладно, не будем в это углубляться. В общем, неизменно эффективный логотип компании, выделение темы письма. Ну, то есть в нашем случае книжечка веб-дизайнер-ньюс это прям гениальный пример, мне очень нравится. Юмор и игривость. Но это какие-нибудь рассылки от Sunlight, я не знаю ли от чего-то еще, это не реклама сейчас. Соответствие темы письма, в серьезных посланиях и матьзи обычно не используются. То есть, когда вы нам пишете по рекламе, можете нам не использовать юмор и игривость. Все равно не получится выбить скидку. Уместность снеговик актуален зимой, но малоэффективен лето. Да ну нахрен, но только... А может наоборот. Ну или да, в зависимости от этого, что у вас? Вдруг вы холодильники летом продаете? Да. Мы или морозилки под осень, под сезон. Кондиционер. Заготовок, да, или кондиционер. Слушай, блин, мы крутые. Мы опровергаем Русабилити. Учи конкретно Елену Дрозд. Возможно, да, она лично это все готовила. Миллениалы охотнее открывают письма с Эмази, чем старшие поколения. Но это мы неоднократно обсуждали в нашем подкасте просто про миллениалов и Эмази. И из-за того, что мы это обсуждаем, меня это наталкивает на мысль, что мы тоже от миллениалов недалеко в этом ушли. Мы памперсные все-таки, пацаны. Да. Используйте A-B-тестирование при создании темы письма. Ну, да, можно всякое пробовать. Вообще, A-B-тестирование, мне кажется, из рассылок изначально и пошло, чем из сайтов. Там проще как-то было сегментировать половине одно, половине другое, посмотреть просто уровень открытия, кликов там и так далее. Руссабилити, простите меня за тавтологию. И потом у них пояснение инфографики, там практически выдержки из нее просто есть и все. Нахрена непонятно. Так вот, Набоков еще в 1969 году оказывается в одном интервью заявил. Цитата. Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос. Конец цитаты. Погоди-ка, то бишь, он раньше, чем тот ученый придумал? Раньше, да. В 1969 году, а ученый в 82-м. Так что, он набогащий-то гений. А ученый, возможно, читнул его. Как раз, сколько ему было? Он начал Литу читать по литературе? Да, и думаю, блин, в натуре. Где моя клавиатура? Да. Хоп и сделал. Все может быть. Он еще такой Лол Лита, прикинь, Лол. Он миллениал как раз тогда был. Ну, не миллениал, он в том же возрасте, в каком миллениал и сейчас. Ну да, здесь картиночка в самом конце Today I Feel и здесь заламинированы Angry. Там на Лего человечка разные рожицы сделаны. И типа это, я так понимаю, это на кабинете какого-нибудь начальника он такой ставит и все. Следующая новость у нас перелинковывается с первой новостью, потому что на блоге Accessibility Wins как Sub-Zero Wins. На самом деле круто. Я уже вижу, что там сейчас будет круто. Прям жду. Просто потому что Starbucks? Потому что мы миллениал, сразу кофейку хочется. Я сейчас даже чайку отхлебну. Давай. Я так понимаю, здесь будет про навигацию именно на клавиатуре. Да, здесь нам говорят во-первых о том, что в Starbucks уже упомянутый стиль для фокусов, фу, блин, для фокусов псевдоклассов не отменены. И там еще по всем ссылкам можно прыгать. И даже в Mega Menu можно зайти. И типа все прям супер круто у них вообще. просто они говорят о том, что Starbucks не подвели, ничего не отменили. И, ну, в первом посте у нас было много примеров. Там и магазин Apple был, и Google Search Results тоже там все это можно. но вот почему-то особенно в Starbucks понравилась авторам из блога Accessibility Wins. Я хотел бы сейчас отклониться немного от темы, а просто напомнить, что мы же когда в Америке-то видели, как старбаксовское кофе продается, оно же не как у нас в России, типа просто там блин, ни хрена себе Starbucks. А там просто на полке заходишь, берешь... Там это практически ни хрена себе Starbucks, надо зайти поссать. Там это синоним туалета, как McDonald's. Да, и вот я хотел бы вспомнить просто насколько... Мы же купили там кучу пакетов кофейца, кофеянского. Да. И в итоге-то что оказалось? Он нормальный, ненормальный? Он средней паршивости на самом деле. С хорошим немецким кофе вообще не сравнится. То есть, по сути, хайп просто хайп. Это просто реклама. Да, по сути, это у нас просто хайп. Это вот только определенный сегмент людей в России любит Starbucks. Я вот кофешоп вообще больше люблю. А про Starbucks я сразу вспоминаю, что когда мы там Илюха наш друг взял чай черный, он настолько крепкий был, что он пошел просто и минут через 20 нам блевал. Это круто. Реклама. Обращайтесь к нам, Starbucks. Мы лучшая реклама им обязаем. Не, ну реально, я правда не знаю, я тогда еще по чаю не сильно прикалывался. Это сейчас мы чай гоняем прям вообще по полной. И я бы хотел сейчас с тобой чайку попробовать прямо во время подкаста. Возможно, это бы как-то улучшило ощущение от записи. А они у нас и так прекрасные. но тем не менее. Так что вот, сайт Starbucks прям прошел проверку accessibility Europe Design. Хотя, если честно, я на него даже не заходил и не пробовал. Я зашел и наблевал. Ну минут через 20 должен, чтобы прямо в лучших канонах. Следующая тема это вариации на тему Web 0.0, что было бы если. я сначала думал BioShock написан. То есть сайт называется BiancoShock. Я просто не всегда зван Bianco добавить сейчас в подкасте, потому что BiancoShock. Ну так вот, и здесь чувак подготовил практически инсталляцию, набор картинок, которые говорят о том, как вот если бы на том уровне, на каком технологии были там в 80-х, но бренды бы существовали, популярные. Давай просто посмотрим, какие нам больше нравятся. Имеется в виду Web без интернета, то есть как бы Web 0.0. Ну то есть компании, которые появились только благодаря интернет-технологиям, что было бы, если бы не было именно Web-а? Как бы они в каких других сферах зарабатывали и вообще ничего бы это было. Да, слушатели смотрят фотографии потом, позже. Да, потому что ну блин, это реально круто, это искусство. Это практически по уровню настроения статья для научпопа. Правда, ничего научного в ней нет, только попа. Поэтому будем обсуждать. На первой картинке мы видим телефонную будку с логотипом WhatsApp. Но уже тон настроения есть. Старик сидит и на фоне гор и в общем круто. Мне просто интересно, если взять за Икс, что это фотошоп, рядом с чем сидел старик до этого? Рядом с биотуалетом. Вот так. Он как-то слишком невозмутительно сидит, невозмутительно. Блин. Невозмутительно. Невозмутительно. Окей. Как будто он только что опорожнился. Ему нормально вообще. Он даже на горы не смотрит. За ним такой крутой вид, он тупо перед собой. Как будто он перед этим буррито острое сожрал. Сейчас, если он ногами пошевелит, это прям случится непоправимое. Так вот. Кстати, учитывая то, что звонки в WhatsApp добавили всего год назад, до этого были сообщения не совсем верные. Ну, это свежак. Ну, да, ладно, давай, с натяжечкой нормально. Facebook это доска объявлений голубенькая, причем здесь еще город какой-то старый, практически старая деревня во Франции, какой-то Рено. Ну, это очевидно Европа все-таки, поэтому там, скорее всего, Facebook все-таки вот как объявление, но просто, если бы это была бы Америка, там был бы Крейгзлист. Кстати, да, да, согласен, ты прям гений. Во-первых, мы опять про Крейгзлист сказали, все-таки хочется, чтобы они нам приплачивали уже, потому что, ну, надо как-то обосновать то, что мы их так часто упоминаем. Просто в Америке физически ни одно здание столько не имеет времени, стране 300 лет. А тут зданием лет 500, как минимум, ну, ну, ну и машины такие тоже как бы. Ну да, и старики на следующей фотографии, Каранбимьери, как будто это итальяшки. Возможно, итальяшки, и они тоже сидят рядом с Facebook, с тем же самым. Они, возможно, прям именно обсуждают объявления, которые там есть. По-моему, все-таки Photoshop. Да, конечно, ну, блин, реально. К сожалению. Ну, а почему к сожалению? Ну, зато качественно хорошо сделаны. Дальше мы видим eBay. Как старики заходят в такой... Ну, что старики, пожилые люди заходят в магазин, так скажем. Так я думаю, сами старики, они как немцы здороваются хей наци. А вот старики они так же здороваются привет старик, ну че там. Так вот, и я, здесь такая, как бы сказать, дверной проем с такими висюльками тканевыми. Так скажем, не с музыкой ветра, а с висюльками. как будто они заходят не в eBay, не в магазин, там, где что-то покупать, а как будто они к гадалке заходят. Где палки-вонялки, еще зажжены, но все как надо. Но тем не менее, eBay пусть, может быть, в Италии именно так выглядят комиссионные магазины. Следующий, Twitter. Это круто. Это прям вообще круто, это настолько круто, что я даже вижу, что там чуть ли не фонарь был, а вместо фонаря табличку Twitter сделали около скамеечки. Да, две пожилые женщины, мы видим, которые сидят. Две старухи. Да. Сидят, разговаривают, так скажем, щебечут. А, кстати, да, щебетать, это же еще и сплетничать. Четко. Там, возможно, про, ну, не Надьку, а какую-нибудь там, Мэтхен, проститутку. Проститутка. Ну, Мэтхен, девочка по-немецки. Я просто, ну, Илье... They're prostitute. Итальянское имя любое. Джульетта. Джульетта, проститутка. Вот это они именно обсуждают. Дальше, WeTransfer. Это, видимо, А Ромео наркоман, я просто хочу. Да, кстати, да, WeTransfer. Это, видимо, какая-то служба доставки. Пишите нам в комментариях, что это за служба доставки. Первый раз слышу. Если вы заказываете, например, WeTransfer. Да, ну, и здесь просто фургончик в цвета WeTransfer. Суперстарый фургончик, трехколесный. Помнишь, в ТопГире они трехколесные машины обсуждали? Это круто. Ряда сотни никогда. Да-да-да. Вот здесь примерно то же самое. Кстати, откуда ты мне сегодня читал статью, что ТопГир новый уже не торт? Ну, откуда ты, опять же, сейчас зовут там с какого? Да, ставь лайк, если новый ТопГир уже не торт. Если у вас бомбануло, когда вы смотрели новый ТопГир. Постэ. Практически дипостэ. Ну, короче, почтовый ящик с логотипом Gmail. Здесь все довольно прозрачно. Дальше, RSS, и тут вот эта штука почему-то Козел называется. Почему она Козел называется? Ну, видимо, такая стойка с двумя копытами, так скажем. Она как бы, ножки ее, это копыта, как у козла. Ну, на самом деле, не только Козел, у нее есть еще какое-то прикольное название, я сейчас забыл. Ну, в общем, вот эта раскладушка, которую мы все привыкли видеть. Раскладушка, да, действительно, RSS. В принципе, да. Ну, с натяжечкой сильной. RSS, это именно список новостей в таком сухом варианте, а здесь-то обычно должны быть именно рекламные штуки какие-то. Я пытаюсь представить, что такое список новостей в обычном мире, физическом. Я, не обязательно новостей, список чего-то. RSS feed, может быть, и товаров. И в данном случае, чтобы ты понимал, в Европе очень часто рядом с ресторанами гигантское меню висит очень мелкими буквами. чтобы ты не заходил внутрь, не краснил потом, когда узнал, что стейк стоит не 15 евро, да, как ты привык, а 35, потому что это канадский стейк-хаус. И там на входе есть вот это меню прямо перед входом на улицу, чтобы ты мог зайти, даже не зайти, а подойти, поглазеть, понять, и ты, грубо говоря, переходишь на сам сайт, если тебя RSS-ка удовлетворила. Блин, я сейчас опять же вспомнил, знаешь, что слишком много воспоминаний всяких различных. Опять же, в Америке перед всякими магазинами они любят делать, знаешь, на таких табло старых, возможно, у них тоже это пережитки Советского Союза, я не знаю, такие табло, на которых можно менять буквы. Аналоговые буквы. Да, и они меняют всякие прикольные, типа, у нас самое вкусное пиво, что-нибудь такое. Да, или там, сегодня такой жаркий день, выпей нашего кофе с мороженым. Помнишь, на велосипедах, там еще у них эти сидения были в виде катушек, на которых трос надо наматывать, вот это у них были и столики, и стулья, прикольное заведение было. Но не только это, в кинотеатрах сегодня премьера «Звездных войн», четвертый эпизод, все еще висит на... Потому что аналоговые буквы, когда тот детка, тот старик, тот пожилой человек, который занимался этими сменами, умер еще тогда, в 82-м, в 79-м, да, была премьера четвертого эпизода? Дальше Google. Я не очень понимаю, почему Google именно так. Ну, можно как бы у мужиков спросить. Ну, здесь есть и мужики, и старики, в принципе, и пожилые люди. Они обсуждают за бокальчиками, причем они еще пьют, как будто они прям... Кто-то вино. Feel like a syrup. кто-то пивасик. Причем пивасик из тоненького такого стакана, как будто коронуэкстр гейскую пьют. Ставьте лайк, если пьете коронуэкстр. И еще здесь другие чуваки, именно кофеянские, пьют эспрессо. Да. Все-таки похожи итальянцы. Они все-таки спрашивают друг у друга, видимо, как у Google. Или они как поисковики реально просто спрашивают друг у друга. Но это и к Twitter, и к Facebook относятся, поэтому... Не знаю, почему Google, но вот... Или Google это кафе, в котором... В общем, интересная метафора. Интересная метафора, я не очень понял. Дальше смешно. А вас, это как бы антивирусник, а это аптека. Ну да, ну это как бы тоже логично. Хотя могли бы какой-нибудь, типа... Веб... Как там? Доктор Веб? Или он, видимо, не распространен в Европе? Может быть, кстати. Просто, ну, хочется понять, почему Аваст? Это же вообще говно. Ну ладно. YouTube это круто, это реально круто. Здесь какой-то спортбар, и такие стулья, ну не раскладушечки, а реально такие, значит, садовые практически стулья. Или стулья, как в старых пионерлагерях, с фанеркой такой, изогнутой, под форму жопы. Может быть, это испанцы, потому что у них там Дель Мондо, я не знаю, это испанский язык, Кампиони Дель Мондо, видишь? Ну, блин, а чем, по-твоему, испанский от итальянского отличать? Для меня ничем, но пусть будет испанский. Согласен. Испанцы просто больше любят футбол, хотя итальянцы бы сейчас, мне, болельщики Милана, мне бы сейчас зубы прям выбили. Да-да-да, кто больше любит? Так вот, на стульях написано YouTube, чтобы вы понимали. То есть мы как бы... Да, да. Википедия, это старуха, пожилая женщина, которая все знает, как энциклопедия, это прям круто. Да-да. Интересно, что в оригинальной было табличке за ней? Да, хороший вопрос. Просто улица, хотя там 31 дом, не знаю, неважно. Tinder, следующий, это прикольно. Беседочка. А что такое Tinder? Это знакомство? Это именно романтические знакомства. То есть там практически ты составляешь анкету не просто у меня такое-то хобби, там я ищу, а там практически у меня вот столько-то сантиметров, я ищу вот настолько-то там это и так далее. Просто, к сожалению, у меня столько-то сантиметров, я ищу со столькими-то сантиметрами на фотографии, потому как здесь два мужчины, два человека мужского пола целуются. Серьезно? Да. Почему? Ну там на приближении же дамы, у нее фарфоровый цвет кожи и как-то, ну... У одного прям... Нет, слушай, да, я извиняюсь, но просто мужик как-то налегает слишком на... Ну, то есть, как будто это мужик, да, другой? На первой фотографии согласен, кажется, что два мужика. Второй это актер, который... Саймон Хелбер, который Воловец играет в теории большого взрыва. Ну да, да, я согласен. А на фоточке с приближения все-таки это дама, мне кажется. Ну, никто такие виски себя будучи мужиком не стрижет. Хотя, знаешь, это ж... Как-то мы Испании решили, да? В Испании, возможно, все возможно. Слушай, ну мы сейчас можем понять наверняка, потому что чувак, сейчас он напишет, где он там introducing, он Alberto Blasetti там какие-то... Блазetti, это точно уже Италия. Ну, ладно, пока... В общем, это Льяшки, скорее всего, да. Ит, в самом низу, вот веб 00, смотри дальше, и там серый текст начинается, и там на Ит, типа на итальянском. Значит, я был прав. Отлично. Переходим к светским новостям. Более крутой сайт. Ах ты, ё-моё, еще же одна тема у нас в дизайне. То есть не переключайтесь практически. Да. А у нас сейчас... Представь, что у нас сейчас все... Вот много женской аудитории пишут нам круто дизайн, да? Вот сейчас они все свалили, и мы сейчас только с мужиками разговариваем. Мужики, сейчас для вас просто брутальная тема. А куда они свалили? Пудрик-носик, естественно. Хорошо. Путь будет. Так вот... Они в ночь попу потом пойдут. Да, они вернутся уже... Ну, это нормально такое носиком пудрить. Ну, так вот, Стивен Снелл, Editor-in-Chief of Van Delay Design, на блоге Van Delay Design непосредственно пишет нам статью «Шаги, чтобы сделать более вовлекающий веб-сайт». Так. Заводочка. Интернет стал намного более интерактивной средой для юзеров. Веб-сайтам нужно прям специально строиться или быть построенным, если говорить как это по-русски-то, притяжательное. Как русски. Или... Ну, ладно, не насрать. В общем, быть построенным, чтобы захватывать внимание всех посетителей и хранить это, держать прям в рукавицах это внимание, пока они не вернулись назад. Так вот, сразу к шагам. Есть пять простых шагов, или не очень простых на самом деле, чтобы создать такой сайт. Первый – avoid clutter. То есть, избегайте замусоренность. Не надо лишних ссылок, не надо лишних иконок, которые люди не понимают, к чему относятся вообще и так далее. То есть, ну, ставьте только тот контент, который действительно стоит внимания ваших пользователей. Не надо лишних виджетов в сайдбаре. Их все равно никто... Их все проскролят, все равно приходят за контентом в основном. Поэтому очень важно не перенасыщать контентом ваши сайты. Второе – provide focused content. А именно давайте контент, на котором не то, что фокусируется. Короче говоря, если пользователь зашел к вам по запросу «Почему мой Kirby пылесос не включает функцию выбивания?» Вы сделаете, чтобы сама статья про выбивание и пылесос была как-то или по центру, или хотя бы рамкой, ну, чтобы юзер сразу понял, где читать. Потому что обычно люди, которые по таргетированным запросам приходят, они не отвлекаются ни на меню, ни на сайдбар, ни на баннеры. Они смотрят именно контент. В лучшем случае добавляют в закладки, чтобы потом или лучше почитать, или просто узнают свои ответы и сразу отваливаются. Поэтому, если у вас сайт фокусирует внимание и как бы дает юзеру то, что он хочет, то это существенно увеличивает возможность того, что этот юзер хотя бы расшарит ваш сайт другому другу, который не знает, почему у него в Kirby пылесосе не работает функция выбивания. Или, возможно, перейдет по вашей ссылочке дополнительной какой-нибудь. Ну, кстати, да, если он, допустим, будет вводить какой-либо лучший хостинг, А, это SmartApe, естественно, SmartApe.ru и перейдет к нам на сайт, на страницу uwebdesign.ru slash SmartApe на ней все подробности. Даже для тех, кто в дизайн захаживает, смотри, информация полезная поступила. А мы же отсеяли всех девочек, то есть только мужики дизайновые сейчас с бородами сидят. Ну, то есть ты имеешься старики, которые там рядом со старухой были. Да. Ну, да. Поэтому дайте им этот контент. А, кстати, ссылочка здесь будет на четвертом пункте, ты забежал вперед, как будто знал, смотри-ка. Так вот, третий пункт. Дайте пользователям возможность вовлечения. Самое смешное, что именно в этом параграфе есть Google реклама. Ну, конечно. Подвлекли нас. Мы же как бы, ну, надо же дать. Gmail for work мне здесь рекламируется. Я прям даже это озвучу. Мне кажется, это стоит того, чтобы озвучить. Так вот, в основном сейчас пользователи хотели бы не просто читать статьи, а еще и выполнить какое-то действие. Так дайте им это действие. Даже я не имею в виду кнопку гигантскую там задонатить, а хотя бы текстово написать. А если у вас есть что сказать, напишите снизу в комментариях, даже в середине статьи. И он возьмет себе на заметку, типа, ага, у них там снизу есть комментарий, я там вот напишу, когда читаю. Или даже проскроллю, напишу и буду читать дальше. Возможно, там на мой вопрос уже ответят, походу я буду как тупой удалять свой комментарий, но тем не менее. И самое главное, что когда пользователи таким образом оставляют комментарий, они как бы привязывают себя к этому сайту, к этой платформе, потому что, блин, я же там комментировал, вдруг надо зайти, вдруг мне ответили там на комментирую. Ну, ты сам понимаешь, то есть это, это реально привязывает. Они чувствуют, что они часть чего-то большего, так скажем, часть комьюнити, и уже вы их не потеряете никогда. Так вот, четвертый пункт, это нужно дать пользователям знать о том, что вы хотите, чтобы они были вовлеченными. То есть вот эти знаки, кнопки, о которых ты говоришь, кликай здесь, чтобы там, кликай на нашу реферальную ссылку, тебе там ничего, нам приятно, ну, всякий бред вот такой. Или, например, кнопочки расшаривания в соцсетях. Напишите дополнительный призыв, не просто юзер видит кнопки и понимает, ну, наверное, нам можно, а прям напиши, расшарь нашу крутую статью, прям можно слева от кнопок. Мне сейчас даже эта идея настолько пришла, что я ее запишу и мы на нашем сайте это тоже будем доделывать. Так, кнопка. Отлично. Я, кстати, даже, ну, мы сейчас, да, все по порядку, меня прям разрывает от желания сделать все и сразу. Как бы это двусмысленно не звучало, но я дотерплю до конца подкаст. Нормально. Пятый, сфокусируйтесь на том, чтобы построить повторяющийся трафик, а именно, чтобы к вам вернулись. Ну, это включает в себя все. Да что ж я меню-то это верхнее достаю? Меня потрясывают руки. Так вот, в том смысле, что если пользователь оставил комментарий, он стопудово захочет вернуться, чтобы сделать. Но вы дайте ему возможность подписаться, например, на комментарии по имейлу или хотя бы просто на сайте настроить, чтобы если ему ответило, и он там какой-нибудь зарегистрированный пользователь, то чтобы ему на мыло уже пришел ответ там и так далее. это было бы хорошим тоном. Согласен. И вторая часть статьи нам, кто там это писал? Стивен. Нам Стивен рассказывает, как улучшить дизайн с помощью А-Би-тестирования. Я не очень хочу останавливаться на этой части статьи, потому что здесь они практически говорят, что у них есть крутая туза для А-Би-тестирования. Но вообще и дураку понятно, что А-Би-тестирование это возможность сегментировать ваших посетителей. Ну, во-первых, возможность сегментировать, то есть, если вы знаете, что вот это старик, а это молодежь, вы им разные лояуты подсовываете, которые понятны молодежи и старикам, соответственно. Но здесь еще и просто вы тестируете два варианта и просто не знаете, какой из них лучше, там заголовок слева или заголовок по центру. Сделайте А-Би-тестирование с помощью каких-нибудь там, ну, разных решений. Рандомно подсовываете и как-нибудь собираете информацию. Кликнули на ваш заголовок, когда он был по центру или когда он был слева. И в процентном соотношении вам это даст, так скажем, какую-то картину о том, что же именно ваша аудитория от вас хочет. То есть, А-Би-тестирование это очень субъективная штука, которая работает под конкретной аудиторией, в конкретный момент времени и так далее. То есть, ну, и здесь он говорит WebBest Tools and Resources. Я не буду на этом останавливаться, а попрошу тебя, Никита, по вот этим пунктам наш новый сайт осмотреть. А я даже, мы не очень хотели именно в рубрику дизайн наш новый сайт включать, потому что он как бы к дизайну никакого отношения. Я даже предлагал в разработку, например. Да. Или в научпоп, возможно. На самом деле, у меня первое, что происходит, ну, блин, он реально очень быстро теперь открывается. Да. По сравнению с предыдущим говном, которое было. И даже с учетом того, что я залогинен и у меня нихрена не закешировано, сколько вот ты думаешь, что у нас сейчас главное занимает? На главный, чтобы ты менял 15 постов. Сколько в размере? В мегабайтах, да. Ну, давай, пусть будет один. 1,3. И для главной это более чем нормально. Если мы посмотрим на Network, в который посмотрим по размеру, больше всего занимает jQuery. Просто 94 килобайта это jQuery. Отлично. Еще 77 килобайт это странная Яндекс расшарилка, которую я вообще-то на главный отменил. Непонятно, почему скрипт подключается. То есть у нас third party пацаны занимают больше всего. Да, да. Я сейчас даже себе запишу убрать подключение Яндекс Шера на главных, а именно оставить его только на синглах, потому что только там оно и есть. Ну да. Есть еще шрифт из админки OpenSans, который в WordPress 4.6 из админки уберут, оставят Arial. Как, собственно, мы и сами сделали. У нас на сайте Arial, а так и не скажешь. Как будто просто... Я вот когда мы отказались от Saurus SANS Pro и сделали Arial, у меня просто стало ощущение, что я сижу в интернете. То есть настолько мне Arial... Web 0.0. Да, Web 0.0. Ну, короче, все остальное практически это... Во-первых, чтобы вы знали, я вам скажу, Яндекс Шера подключает собственную Яндекс Метрику. Это дико бесит. Они сами собирают инфу о том, кто на какие кнопочки больше жмет. Отлично. И оно дополнительно... В Тетпати пацаны у нас забирают, короче, с Светс Казалом. Наверное, кнопки все-таки не собирает, а, наверное, просто активные юзеры в день. Активные там именно... Я просто смотрел код, там именно он собирает цели. Кто больше на ВК кликает, кто на Твиттер, им, видимо, чтобы понимать, как кнопки подделать. Я так думаю. Ну, как бы, я не хочу в них верить, как в корпорацию зла, хотя, видимо, это так и есть. Но напишите в комментариях, если вы знаете, что именно они собирают. Даже любопытно будет. Так вот, еще по 60 килобайт в среднем весят наши thumbnails. Но это старые, которые я еще не перезалил, не пережал и так далее. А новые thumbnails, как, например, вот переходим с HTML Grid на CSS Grid, оно занимает по 15 килобайт. То есть, в среднем еще в 5 раз уменьшатся картинки и будет вообще хорошо. Я, к сожалению, тоже начинаю для себя понимать, что все-таки шрифт ALE это лучший вариант вообще для сайтов. Почему? Потому что у нас был такой крутой с начертаниями. Что у нас там было? Source Sons Pro. Это прямо сейчас супермодный шрифт. Его Adobe, Adobe, кстати, его сделали. И они недавно его в кириллице сделали. Я прям думал, мы такие, вау, супертрендовые будем, чуваки. И такое чувство, что я смотрю и я пытаюсь различить буквы. Вот у меня кофе из Старбакса вот так вот как бы парит, так скажем. Из него идет дымка небольшая и вот там пытаюсь различить буквы. А вот ALE он прям бьет по глазам, как надо. Вот я о том же и говорю, что оно прям оно очень круто. Ну давай прям по пунктам. Есть ли у нас Clutter? Есть ли у нас лишние какие-то ссылки, лишние какие-то текста? Ну слушай, кто-то нам говорил в комментариях, что ему не нравится, что слишком много у нас меток. Да, кстати, давай это попробуем обсудить. Во-первых, я убрал иконку, которая символизировала тип поста. Видимо, никому не охота знать, что у нас за типы поста. Кстати, на сингл занимает, чтобы ты понимал, в килобайтах 550, 770. Уже меньше. Прям вообще мало. И опять же там все шееры GS, Watch GS, Frame GS, ну короче, вот все Яндекс Шеер сраной отнимает. Но написать самому, кстати, мы его сделали квадратным, как все просили, и крупным. То есть теперь уже более или менее круто. Кстати, спасибо всем за фидбэк, кто написал и в паблике, и в чатике, и вообще. И в письма. Да, даже были письма. Пишите нам вообще, как вам, что. Мы сконцентрировались на веб-брутализме, как говорили в подкасте неделю назад. И прям хотим, чтобы сайт был вот сугубо контентный. Без всякого. Кстати, если посмотреть на большое количество меток, надо проскроллить до нашего прошлого вот этого веб-брутализм подкаста, и тут их действительно много. И вот как ты думаешь, вот много меток это хорошо или плохо? Я вот думал, что это хорошо в том, в той точке зрения, что реально очень гибкое подстраивание под то, что вот кто-то хочет именно посты про слаг посмотреть, а кто-то про типографику. А у нас в подкастах так много тем, что как-то емко до трех меток сжать, ну не получится. Они будут слишком дженерик, типа просто веб-дизайн, веб-разработка, я не знаю, и все. Я считаю, что как раз у подкаста надо ставить много меток, потому что если реально много тем у тебя обсуждается, почему бы и нет? То есть если у меня пост, в котором написано и про то, и про то, я понимаю, что можно разделить, но у нас это подкаст одно целое, то есть единица. Поэтому я думаю, что много меток как раз таки хорошо. Тем более, что вот, например, нажми на метку iPhone. Так, у нас сделаны кастомные страницы под каждую метку, на которой есть небольшое превьюшечка о том, что же вас ждет здесь. Например, iPhone. Весь контент про iPhone. Серию смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системой iOS, представляющей собой упрощенно оптимизирован для функционирования на мобильном устройстве версии OS X. Кстати, iOS и OS X это тоже метки. И по ссылкам мы переходим на соответствующие листинги меток. Это круто. Это круто. Я считаю, что это прям вот, это плюс, это не баг, это фича, так скажем. Поэтому, ну, да. Кстати, если смотреть про сингл-видоса, то на сингл-видоса он, к сожалению, очень много занимает. Мегабайты 3 почти. Сейчас попробуем перевернуть. Потому что там что? Потому что там YouTube iFrame. То есть я сейчас прям делаю по сайзу и Base.js подключен с YouTube 1,2 мегабайта занимает. Еще CSS-ка YouTube-овская 237 килобайт. Больше, чем весь CSS на нашем сайте. Embed Player.js тоже 176 килобайт. Короче, три ютюбных, так скажем, эссета занимает почти 2 мегабайта. Отлично. Но чего не сделаешь для того, чтобы подписчики смогли смотреть подкаст прямо у нас на сайте, не выходя никуда, смотреть, какие темы их интересуют, переходить и, конечно же, пробовать хостинг Smart Tape. Я, кстати, еще один баг нашел. На сингле видео можешь проскроллить. Там, где каунтер на расшаривалках, каунтеры надо тоже отцентровать. Да, не именно сверху. Но это прикольно, как будто это Google Plus во второй степени, в квадрате, почему бы нет. Или Facebook в 23 степени. Очень понравился на Facebook подкаст про веб-брутализм, но тем не менее, да, со многим надо еще работать. Мы прям еще раз призываем вас всех оставлять нам фидбэк. Кстати говоря, на странице свяжитесь с нами, то есть webdesign.ru slash contact. Да, то есть вы можете прям по памяти это писать и отправлять нам форму, которая очень удобна. Здесь, кстати, даже select такой большой, прям, ну, удобно, удобно сделано форму. Прям сам себя не подхвалишь, никто не подхвалил. Блин, с Ариалом заиграла все. Я согласен. С Ариалом все прям стало круто. Давай попробуем дальше по шагам. Ну, по-быстрому. Provide focused content. Вот, когда мы попадаем на сингл, сразу ли видно, прям сразу. В принципе, ну, для меня да, но я не знаю, как люди по-разному, мне кажется, оценивают. Ну, во-первых, я хотел сказать, нам на людей да насрать. Нам главное, чтобы мы понимали. Ну, нет, нам на самом деле, конечно, не насрать. Нас многие спрашивали по поводу того, как сделана вот эта штука с цветами. Она ловит доминирующий цвет из картинки. Угу. Самый, так скажем. Здесь доминирующий коричневый на HTML, грид и CSS, потому что все надписи коричневые и стрелочка коричневая. И делает самый светлый цвет с картинки, просто чтобы он как бы контрастировал более или менее. Ну, по-моему, очень нормальное решение. Где-то, конечно, получается лучше, где-то хуже, но в 99% случаев получается прям прикольно. В некоторых даже получается очень прям тепло как-то. Да, круто, круто. Использование цветов для визуализации данных там прям здорово. А как ты так делал? Чтобы как он так определяет? Я только что сказал, есть библиотека джаваскриптовая Color Thief, которая прям есть, она может палитру тебе компоновать. Цветовой Word. Да, цветовой Word. JavaScript. Так вот, и он именно берет сколько тебе нужно цветов из картинки и упорядочивает их по частоте использования. и я самый часто используемый беру как фон, а самый светлый как текст. А если самый часто используемый будет светлый? Ну, блин, тогда если самый часто используемый, не знаю. Почему? Он все равно темный всегда делает. Как-то слишком круто. Ну, значит, Color Thief как-то гений. Да, да, я, ну, когда, понимаешь, я именно эту фичу я делал еще месяца полтора-два назад. Понятно. Я даже не крал ее ниоткуда, как кто-то мог бы сейчас подумать, потому что я замешкался. Там, тут можете посмотреть в Сурсах, там мой говнокод, но я не помню уже, но в тот момент у меня был готов ответ для тебя. Там даже пост про Safari, он такой стал темно-красный в видео. И как бы прям... То есть, он именно выбирает по-английски dominant color, доминирующий цвет. Как доминируемость определяется, я не знаю. Возможно, какие-то BDSM специалисты вызываются, пипетят цвет и... Отлично. Да, давай еще один какой-нибудь пункт. Give visitors way to get involved. Мы даем пользователям возможность как-то погрузиться в сайт, повлечься. Свяжись с нами, например, или расшарить что-нибудь, или, например, на странице youwebdesign.ru slash smartape, я прям хочу продемонстрировать, есть сниппеты, пользуйся smartape вместе с нами, по-моему, говорит само за себя все. Да нет, в принципе, даже кнопка поддержи нас, то есть, несмотря на то, что это донат, это все равно вовлечение, то есть, чувак как-то будет уже участвовать в нашей жизни, нашего проекта, поэтому кликми. Да. У нас тут военные самолеты за окном уже летают, поэтому нам приходится отбиваться. Ладно, давай, переходим дальше. Светские новости. В принципе, я думаю, все девочки, которые пудрили носик, вернулись к светским новостям. Они сейчас слава богу. Расслабились, а то мы там про библиотеки, значит, они как бы знают про другие библиотеки. Давай, ты пока посвящай всех, а я второй чаек солью. Собственно, библиотека кинопоиск такая, на которую все любят заходить, чтобы посмотреть, когда у нас там премьера, и когда чё, и какие актеры где играют. Они, мы все помним, что они делали редизайн, причем, я так понимаю, там был же Яндекс, насколько я помню, что-то они там выкупили, купили, да? Вот. И делали редизайн, но скандал немного не об этом, хотя почему-то я, когда сначала начинал читать, я думал, что именно об этом будет. Тема называется так. Кинопоиск отключил накрученные оценки у российских фильмов после жалоб пользователей. И я помню, когда именно был вот такой бум этого редизайна, так скажем, когда все, всем все не нравилось. Неплохо так, журчание, нет? Значит, когда всем все не нравилось, я помню, была тема, что тоже накручивали для российских фильмов оценки. И все очень жаловались, что вот, кроме того, что и редизайн хреновый, да еще и накручивают. Как сейчас помню, мы на примере фильма Боец рассматривали. Да, мы ружали. Ну, хотя нет, 2015-й, это был конец года. Да, да. Я тогда не помню реакцию конкретно на накручивание фильмов. Ну, так замяли, потому что среагировали только на ю-дизайн. Я конкретно помню, реакция манту была. Да. Среагировали только на ю-дизайн. Сказали, блин, ну ладно, окей, мы тупые, мы не выкатили АБ-тестирование, не сделали на 10%, ничего не поняли. И просто включим вам обратно старый дизайн, который вы любите. Это так сказали Яндекс. Я так понимаю, что новый дизайн доступен для особых извращенцев, как бы, и там. На new.kinopoisk.ru, кажется. Хотя, может, уже и недоступен, я сейчас пока посмотрю. Вот. Значит, суть какая. А тут новая тема. Оказывается, еще у каких-то русских накручивают. И оказывается, некоторые люди пожаловались на то, что с их аккаунта якобы были проставлены оценки двум российским фильмам. Ты имеешь в виду, как у нас на инфо этой, на рус... на русабилити уже было проголосовано. Уже было проголосовано. Суть в том, что вот эти два фильма, там я даже не будем вдаваться в подробности, но какие-то российские фильмы, которые даже никто не знает. Это не то, что там какому-нибудь экипажу, да? Его все знают, экипаж. Вот недавно был фильм. Ну, я знаю, да. Вот. Это даже не такому. То есть, такие фильмы, которые вообще там по ТВ3 потом будут показывать, и никто не вспомнит. Им поставили оценки. Чувак главный, который, собственно, отвечает за все, это Михаил Клочков. Грид, расследованный инцидент, главный редактор кинопоиска. Они расследовали всей командой, и он, собственно, рассказал о результатах. Оказывается, вроде бы как эти аккаунты были угнаны с помощью фишинга. Понимаешь? А фишинг, я вам напомню, это когда чувак переходит не на кинопоиск, а на кинопоиск, через си. Да, да. Например. И думает, что он все еще на кинопоиске, но на самом деле он на каком-то другом подлом сайте, сделанном какими-то хакерами, возможно. Нео. Они сделали там, допустим, такой же сайт, похожий по дизайну, абсолютно идентичный натуральному, но вы там логинитесь, и, естественно, все ваши данные уходят к недоброжелателю. Как очко уходит в зрительный зал. Вот. Ваши очко уходит в зрительный зал, после того, как вы логинились. Да, так и работает фишинг. Я просто для пришедших девочек в этой рубрике говорю. Ты можешь прям меня призвать рассказать историю, раз у нас сегодня уже подкаст истории из Америки. Да, да, да. Как я зашел в Америке на Twitter.com. Да, вместо Twitter. Да, и решил, что я действительно выигрываю iPad 2. А тогда, ну, я тогда еще вообще ничего не знал про фишинговый сайт, это было реально давно, и их мало было тогда, и они какие-то были ненарочитые. Можно по-всякому отмазываться, но, короче, ты продал свой аккаунт. И мне до сих пор на Google почту на мою сыпется столько спамов говна. Все хотят мне сообщить, что я выиграл, только уже другие вещи всякие выигрываю. Но, тем не менее, это смешно, до сих пор вспоминаем ржом. Очень главный редактор Кинопоиска отмазался. У вас, типа, угнали, типа фишинг. У нас никакой уязвимости нет. Мы ничего не накручиваем, никакой рекламы нет. Значит, все хорошо. Слабо верится, потому что вот после вот этой истории с редизайном и накруткой тогда, сейчас как бы вроде та же самая история повторяется, но он отмазывается. Да мне объясни, почему просто Кинопоиск, если они такие злодеи, не сделали ботов и из ботов не проставили, чтобы вообще все концы в воду. Согласен. Это тоже. У них доступ к базе юзеров. Ты можешь там накрутить 200 юзеров левых вообще. Я просто не хочу винить Кинопоиск, не хочу никого винить, но в таком случае, вот если для рекламы, я бы, в принципе, сделал бы, типа, знаешь, рекомендации Кинопоиска. А режиссера Сарика Адриасяна ты не хочешь винить за то, что он Мафию и Гру на выживание вообще снял? В общем, вот такой прикол. Можно переходить дальше. В принципе, скандал мы расследовали. Представители Apple встретились. Следующая новость. Я хочу обратить на нее внимание. Почему? Потому что у нас дальше будет снова про Apple. Причем следующая, да? Да, следующая. И я вам просто хочу, как Apple внимание уделяет кому? Вот как Apple уделяет внимание пацанам из Роскомнадзора? Представители Apple, новость, встретились с Роскомнадзором и правообладателями, да? И, короче говоря, знаешь, что они практически в бане встретились. Ну-ка. И пацаны из Роскомнадзора все требуют. Они вот, мы говорим, они говорят, мы говорим, они говорят, они говорят, мы уже научились улаживать всю тему с веб-сайтами. У нас уже не проблема. Мы контролируем. Если что-то запрещенное, если что-то не по закону, то мы спокойно все баним там, как обычно. Рутрекер, суд. В смысле? Роскомнадзор выпендривается перед эплаймом просто. Да, говорит, суд. У нас спокойно, все, контроль есть, все есть. Значит, мы судимся просто и пацанов закрывают. Например, таких как Рутрекер. И доступ к ним из РФ, все, никак. То есть, по АП-шнику, РФ-скому нельзя зайти. Там на уровне провайдеров не идти. Ну, уровне провайдеров не важно. Собственно, всем провайдерам указали, поэтому. Пацаны из АП-стор говорят, ну да, веб-сайты окей, но АП-стор мы ничего не делаем. Мы всего лишь как бы магазин. Мы стор. Мы ничего, как бы, никак урезать не можем, пацанов. То есть, если какие-то права нарушены, например, мы не можем повлиять. Полностью закрыться мы никак не можем. То есть, или мы уже тогда вообще полностью закроем. Весь Apple, как бы все, вообще все стори закроемся и не будем вас обслуживать. Но именно кусочками не можем. Ну, они как бы, причем они так говорят, и я хочу даже зачитать, как же они сказали, типа, смотрите практически, а, вот. И мы, давайте мы, знаете, как с вами сделаем? Если вы хотите именно вот так кастомно закрывать что-то, давайте вы просто определенные кейсы нам будете присылать, как они напишут, просто на дополнительный email. Просто чуваки отгораживаются от Роскомнадзора. Просто на дополнительное email вот есть. Типа знаешь, супер-саппорт с собаком Apple.ru Вот, как говорим. Главное, чтобы не Apple. И все к Велосокому уходят все письма, как бы, не проблема. Короче говоря, они просто спокойно открестились от Роскомнадзора, и Роскомнадзор, они негодуют, чуваки, говорят, блин, мы живем как в старом, где-то вообще хрен в каком, в 90-х. Мы никак не можем контролировать, у них старые все темы, вот эти, Эпловские, то есть, никак нельзя кастомно ни к чему подойти. Я больше чем уверен, что Apple мажется, они все могут, просто не хотят, все нахрен. Как раз, они не хотят жить, как в 90-е, когда можно было все контролировать, ну, как бы, да. Чтобы, да, чтобы чуваки из Роскомнадзора что-то воротили там у них. Вот так они защищают свой рынок у нас в России. А теперь, собственно, следующая тема, Apple прислала, она у нас называется в Slack'е. Прислала. Да, ну, она прислала, потому что она практически послала. Так вот, Apple прислала своих людей к пользователю, у которого пропали файлы в iTunes. Если нас кто-то слушает, вдруг, не дай бог, несколько выпусков подряд, они слышали новость, как мы рассматривали, про то, что чувак, Джеймс Пингстоун, я просто напомню вам, он некий даже композитор-фрилансер, возможно, просто городской сумасшедший, но сейчас не об этом, а о том, что он нашел вроде как баг, вроде как с его сборкой железа, ну, с его тем, куда он устанавливал iTunes, у него исчезли данные. Точнее, его... Ты так же нашел баг, как будто он энтузиаст, именно искал баг, как у Pornhub'а за 10 тысяч долларов. К сожалению, он к сожалению баг нашел его. Да, к сожалению, баг нашел его, постиг. Он сидел, у него было, я не знаю, много это или нет, напишите в комментариях, вот 120 гигабайт музыки, это много или нет? Ну, у меня вот в лучшие времена, когда я все еще хранил, было гигов 60-70. Если, допустим, вспоминать, что можно хранить в Лослисах, точнее, в Алаках, если говорить про iTunes. ну, хоть в чем. Ну, да, в iTunes флаки, ты, собственно, и не читаю, так что да, в Алаках. Да, и это все много весит, да, то есть, если в принципе так думать, и если он такой крутой чувак, если он в RAW в формате хранит, это 700 мегабайт. Угу. То есть, 122 гигабайта, это по грубым критикам, около 180 дисков. Ну, как тебе сказать, понты? Не, ну, это хорошая библиотека, нормальная такая. окей. И, значит, короче, они у него пропали, знаешь, каким образом? Он, значит, iTunes, там все, Apple Music Service, некий такой, если мы все знаем, подписочный, от Apple, и у него почистился с жесткого диска весь музон, и залетел к нему, так скажем, в облако. То есть, он может теперь из iCloud'а слушать его. Представляешь, у него именно вот папка музло была на рабочем столе. И сейчас в iCloud'е где-то именно директория музло кириллицы лежит и ждет. И он иконку менял, знаешь, как в Индии, можно иконку менять. Да, да, вот он. Да. Короче говоря, вот была такая новость, я просто вам предысторию. А теперь, короче, как Apple поступили? Они говорят, мы потестили. То есть, он обратился, естественно, в саппорт, нам выделил на них, там, вы что делаете? Тем более, он написал даже целую статью, Apple украл мою музыку. Нет, серьезно. Вот так. Значит, пацаны, короче, Джеймсу Пингстоуну решили помочь. Говорят, мы повторить баг не можем, как обычно. Это классический отмаз всех разработчиков. У нас на железе неповторяемо. Да, да, у нас мы не видим. На своей стороне не видим, давай мы придем к тебе, чувак, просто попробуем, и у тебя на твоем железе все потестят. Окей. Я просто не очень понимаю, а как они признали наличие бага, если они его не могут воспроизвести? Они не могли признать, поэтому они хотели попробовать. спустя несколько дней официально признала Apple. Как нахрен? Как можно официально признать то, что ты не видишь? Вот хороший вопрос. Просто они в логах увидели, что была операция дэлит на его компе. Правда. Ну, зло у него залетело бабочка. Вот, да. То есть, это что-то опять какое-то странное. Ну, ладно, давай дальше. Говорят, окей, давай мы к тебе придем, да. А он говорит, есть, конечно, перед тем, как домой их пустить, он говорит, давай несколько все-таки мы соблюдем тем. Значит, во-первых, давайте, чуваки, некое доверие вы должны у меня получить. Ну, заслужили доверие, написано. Во-первых, вы, короче, не должны палить, что у меня есть что-то пиратское. Это первое. В своем отчете ничего не напишите. Во-вторых, вы не должны на меня никак, так скажем, давить, что я плохой пользователь, там, знаешь, что я не умею обращаться с папками, удалял там, что-то и т.д. и т.п. Они все подписались сразу, никак с русском надзором. И сказали, все хорошо, мы тебе ничего не сделаем, просто дай повторить баг. К нему зашли домой, практически в черных шапках, перчатках, и говорят, давай. Они, кстати, принесли с собой специальную версию iTunes, которая ведет детализированный лог событий в системе. Да, то есть они с логами все смотрели. У них не получилось повторить, ни хрена. Они даже... Потому что уже удалено музло. Как бы, знаешь, интересно, он заново это залил откуда-нибудь или что? Дальше. Они, пообедав в местном кафе, сотрудники Apple купили Джеймсу бутерброд. Интересно, они русском надзору бутерброды покупали или нет? Да, тут они с собой ему купили, овощной, самый дешевый. Они несколько часов совершали различные действия в iTunes, чтобы это не значило. Но программа так и не удалила файлы, то есть они заливали музло, по-всякому. И, короче, в общем, они кинули композитора и сказали, чувак, ты в iTunes Store что-нибудь купи. Наверняка они даже ему на счет накинули бабла. Купи что-нибудь и попробуй. Будет у тебя это сохранится, не сохранится? Попробуй всякое. Попробуй Apple. В общем, по тестировщикам, по тесте. В общем, Том вернулся один, попробовал все, у него ничего не получилось, опять же, вот так, вот так. В общем, несмотря на все усилия, зловредный баг пока никак не удается найти. Так что, если у вас папку Музло удалили, или Games, Gammizy, то попробуйте обратиться к разработчикам Тому и Ezra. 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 Следующая новость, очень коротенькая, на самом деле, про то, что Netflix сделали тестировщик скорости. Теперь без флеш и без рекламы. Да, без SMS регистрации. Мы все стопудово знаем, я не знаю, насколько это в России популярно. Наверняка, это как раз в России только и популярно. Speedtest.net. Ну, так я сто раз пользовался, да. Все, кто пользовались, ставим лайки, естественно. Но еще к тому же, у них же есть приложение, мы все знаем, можно тестить прямо на iOS и Android на своем скорости. Прям на iOS, да, я тоже знаю, там за Pro-версию можно удалить рекламу, за сколько там, 39 рубасов, и там еще можно было раньше скролить и каждый раз кота рыжего такого открывать, а потом в конце там было написано, что рыжий кот все-таки умер. Это был код кого-то из разработчиков, и там в итоге грусть-печаль. Ну вот, тем не менее, пацаны из Netflix, это такая компания, которая, собственно, предоставляет видеоконтент, подписочный видеоконтент, насколько я помню, в Америке, да и, собственно, и сейчас в России уже, насколько я помню. Теперь да, да. Теперь да. Они сделали, выкатили свой алгоритм, который тестит на сайте fast.com, по-моему, или fast.net. fast.com, да. Да, fast.com. Я просто сейчас заходил, для наших слушателей, скажу, зрители это видели. У нас тут на кухне 12 мегабит поймалось, хотя изначально были оптимистичные 24. Да. Короче, проверяет скорость вашего соединения без проблем. Никаких дополнительных настройок нет, есть небольшие минусы, кроме того, что, да, плюс как бы флеша нет, ничего нет, рекламы нет, кроме рекламы самого Нетфликса. А суши есть там реклама Нетфликса? Powered by Netflix, да. Есть минусы, сам запускается, то есть вы ничего не делаете, просто прям со старта страницы. И нет никаких, опять же, дополнительных настройок, то есть... Исходящий, не то есть, что здесь написано. И пацаны в комментариях подсказали, что даже у Яндекса есть интернет.yandex.ru, по-моему. Можно посмотреть, и там достаточно детальная у них выгрузка. Ну, здесь еще пишут, что у Speedtest есть бета-версия без флеша, я вот про это даже и знал. Да, кстати, кстати, да. Ну, короче, это такое, мы с Никитой когда готовились, обсуждали, что, возможно, у Нетфликса уже был весь этот код написан для внутреннего анализа канала, пользовательского, чтобы ему незаметно подсовывать контент чуть более худшего качества или чуть более лучшего, в зависимости от того, какой у него канал. Ну, и они решили просто это не то, чтобы open-source, а просто превратить в ToolZoo, дополнительно пропиариться, почему бы и нет. Ну, да, да. Итак, следующая тема, последняя из раздела светские новости и, собственно, одна из главных. Она называется «Соблюдать дистанцию или почему я никогда не буду работать в офисе?» На самом деле, я, так понимаю, на русском каком-то ресурсе или нет? Потому что... LiveCoding.tv это то место, где как раз можно смотреть, как ходят чуваки. А, слушай, да, здесь... Ну, есть русский прям раздел сайта. Есть русский раздел, да. Да, русский раздел. Чувак пишет статью. Ну, я слушай, да я сейчас прям перескажу даже ничего не... Прям... Вы смотрите, естественно, на картиночки. Он рассказывает про то, что очень много программистов уже трудятся из дома. очень... Очень большие затраты и расходы на всякое... На содержание персонала у компании уходит. Поэтому, почему бы, собственно, всем программистам не работать из дома, а не в офисе? Так. И он говорит, например, почему бы не экономить миллиарды долларов, лишь позволив сотрудникам работать из дома? Например, вот такая реформа ничего не стоит, а вот, например, Apple отгрохала хрень такое, кольцо такое, здание-кольцо за 5 миллиардов баксов, например. Здесь просто еще сразу картиночка, что у нас, видимо, в России, ну, судя по застройке, какая-то обычная серийная застройка девятиэтажная, тоже есть кольцевые дома. Да. Напишите в комментариях, где это, мне просто интересно. Не, напишите в комментариях, если вы живете в кольцевом доме. Да, тоже, тоже. Мне кажется, мировоззрение меняется, и ты там становишься дизайнером. Возможно. Короче говоря, он, чувак, говорит, есть вот много плюсов, и давайте их рассмотрим, почему же все-таки круто работать в офисе. Дома. В офисе это я про себя уже говорю. Сейчас, я просто, почему я, мне интересна эта тема, потому что я как раз в офисе работаю, и я много с чем не согласен, и, в принципе, сейчас мы с ним поспорим с этим чуваком. Я даже попробую на сторону чувака. Ты на сторону чувака? Да, вот. Первый пункт, время и деньги на дорогу, например. То есть, конечно же, чувак, который работает в офисе, должен тратить бабло на переезд, например, на бензин, если он на машине, например, на велосипед, если он покупает велосипед, например, если он едет на общественном транспорте, на такси, на все это надо тратить бабло. Он тратит время, пока он едет, то есть, на дорогу, естественно, на обратную дорогу, а возможно остановиться, пивка купить. Почему нет? Да, действительно. Это минус. Допустим, он говорит, можно, конечно, к счастью, в пути можно заняться чем-то полезным, послушать подкаст, бла-бла-бла, или посмотреть стрим на livecoding.tv. И подмигивающий Майдзи. Да-да-да. Что около трех лет жизни, он говорит, что тратят люди на дорогу, поэтому, как бы, это все-таки, все-таки отстой. Ну, да, он здесь еще ошеломляющие цифры приводит, что если у него 4 доллара, он причем, видно, что русский чувак, потому что он знак доллара пишет после цифры. Да-да. Хотя на самом деле он пишется перед цифрой. Это палево. 4 доллара, если, говорит, у него в день уходит, то это 1056 долларов в год. Ну, как бы для тех, у кого зарплата 100 тысяч долларов в месяц, как у обычных программистов в Америке, это как бы и похлево. Хотя у них, правда, и проезд чуть подороже. Ну да. Но про время это такое, а... Не, подожди, давай выслушаем все его доводы. А, ну давай, ладно, я думаю, мы сразу будем опровергать, не опровергать, но неважно. Опровергать неопровержимое. Второе, свобода. И тут, как бы, собственно, сам, железный человек с распростертыми руками, Тони Старк, и он говорит, ну, конечно, удален. А это из железного человека? это из первой части. Понял, понял. И... Я просто не знаю. Или из второй? Ну, первую, вторую я видел, но что-то я не помню эти моменты, но это реально давно было. Ладно, неважно. И он говорит, да, конечно, удаленная работа позволяет быть свободным. То есть, вы, конечно же, можете управлять, что хотите, цели, задачи, никто не стоит над душой, никто за вами не смотрит. Значит, спокойно делайте план, который у вас есть. Окей. Следующее, перерывы. Он тут очень смешную картинку, возможно, он украинец, и там картинка, якона, уй, перерва. И как бы, это целый перерва. Перерва. Мы же не знаем, как правильно. Здесь такой чувак с вилами. Это Лешко, чтобы ты понимал. Это депутат один из, и он еще и по каким-то... Ну, короче, есть мем, что он гей. Я не знаю, так это или нет, как это определяется, но вот да. Пишет, согласно исследованиям, продуктивность и креативность напрямую зависит от количества перерывов. И он говорит, что спокойно, если вы работаете из дома, не проблема сделать перерыв. Типа, на работе это проблема, естественно, потому что он за вами смотрит, опять же, стоят над душой. Но это опять же к тому пункту, что свобода. Четвертый пункт, забудь о будильнике. Там, давай, расскажи мне, как рано завтра вставать. И он говорит, что все люди разные, кто-то жарен, кто-то к сова, кто-то еще там, голубь, хренолубь. Всем по-всякому. То есть, кто-то может рано вставать, кого-то бесит рано вставать, продуктивность на нуле с утра, допустим. Поэтому тоже, кто-то счастлив, кто-то несчастлив. И сложно подгадать, поэтому из дома, опять же, проще построиться. Пятое. Сплошная экономия. Говорит, что можно работать в штанах, футболке, можно не париться, в трусах сидеть, не нужно тратить деньги на одежду, на Феррари, на который вы приедете к своему офису. На бензин, 98-й, к Феррари. Да, или на 95-й, не дай бог. Вот. Шестое. Ты станешь продуктивнее. Ну, он пишет, что, блин, там чуваки какие-то, раз китайцы. Нихренатый. Да. Они, блин, короче, вообще охренеть, какие продуктивные, потому что сидят дома, и у них там больше звонков, и удаленные сотрудники принимали больше звонков, чем коллеги в офисе, в общем, все круто. Седьмой пункт, мобильность. Можешь зимой работать дома, можешь летом отправиться на дачу, у тебя типа есть интернет на даче, я тебе подскажу. Спокойно поехать к морю, есть интернет, в Европе нет нормального интернета, у моря есть интернет. В общем, хороший интернет, если есть, все, все круто. Можешь хоть где работать, хоть из толчка. Восьмое, удаленка выгодна бизнесу. Выгода, какая выгода? Как бы упоротый матч. И он пишет, что опять же, да, все круто, те компании, в основном, это всякие стартапы крутые, которые там на платформах развиваются, собирают бабосы, я так понял, лайфкодинг ТВ тоже, короче, в общем, они все продуктивные пацаны. Здесь крутая картинка, дайте мне удаленная работа, легко, а что ты умеешь делать? Делать что? Но я же, ничего делать, на берегу океана, натоите вообще. Да. Вот такой, вот такой пост, к сожалению, он вызывает комментарии, комментарии, но никто нахрен ничего не пишет к нему. Я, чему говорю, вот у него есть такой пункт, вот про жаворонка, а есть же, он не смотрит глубже чуть-чуть, есть же, как Фил Шиллер, он дальше не идет? дальше не идет, есть же просто разные люди, то есть, грубо говоря, есть люди, которые могут себя собрать с утра, есть, которые не могут, есть те, кто пойдут на работу и будут сидеть в офисе, и будут продуктивнее, чем если они будут дома сидеть, расслабленные, в трусах, как он говорит, и не тратят деньги, опять же. есть те, кто потратит 4 бакса, допустим, доехав, и будет продуктивнее, чем те, кто будут дома сидеть, опять же, напишите в комментариях, если вы такой. И, что-то я еще к чему-то хотел сказать, а, вот, он не пишет про совещание, то есть, вот даже, у меня примеры практически каждый день, то есть, чуваки просто взяли, собрались, быстро посовещались там с главным чуваком по разработке, просто все собрались, а вот, помогите мне, я понимаю, что можно собраться в скайпе по-быстрому, но все-таки, вот, личное общение, когда чувак пошел на доске нарисовал, все остальные посмотрели, поддакнули ему, что у него правильно схема работает, это все-таки что-то другое, вот как мне кажется, поэтому, все-таки это для каждого разработка своя. Да нет, я тебе больше скажу, я прям по пунктам, что касается общения, созвониться, когда вы с коллегой там, разделяют вас тысячи километров, давай, короче, созваниваемся, ну, блин, сейчас я по-амбедной, а сейчас я посру, сейчас я поссу, сейчас я наушники найду, ну, и, в общем, это просто час-полтора, если у тебя есть много задач, на которые ты можешь, как бы, отвлекаться, менять их и так далее, это все прикольно и так далее, но у этого есть и минусы, на самом деле. Да. Что касается, типа, забыть про будильник, ну, ты проспишь до 12, ни хрена не сделаешь, ну, вот я, например, я не знаю, вставай я или жаворонок, но, если я встаю рано, у меня прям супер настроение, я люблю вставать рано, я до хрена делаю, но вставать рано мне все равно тяжело, к сожалению. да. И если я встаю не рано, меня прям, я подавлен, меня бесит, что я проспал много времени, просто вот. То есть все равно приходится, к сожалению, по плану работать? И приходится, к сожалению, себя держать в руках, и иногда это держание в руках идет больше, чем в офисе, потому что там тебя кто-то держит в руках, ты хотя бы на это силы не тратишь, а так ты сам себя держишь в руках, и, ну, блин, это такое, это на самом деле не панацея вообще. Иногда мне хочется работать в офисе, потому что я дичаю иногда. Мне хочется проехаться на транспорте, просто посмотреть, как люди выглядят еще. Я забываю, как люди начинают говорить. Какие телефоны сейчас у людей в руках? Просто какую одежду сейчас модно носить? Я-то просто в той же футболке, в какой дома еду, как бы обычно. Так это при том, что мы в России, а в Америке там, возможно, вообще все доставка, и ты вообще никого не имеешь. Да, да, действительно. То есть там ты просто полностью, у тебя карточка, ты все коммуналку оплачиваешь, доставка, ну, ну, просто, то есть ты реально дичаешь. И я вот... Тут вот тоже, и как бы с нами много бы кто поспорил, опять же, то есть всякие разные точки зрения, например, тот же Умпутун, которому мы знаем по радиотип-подкасту, он бы сказал, что, блин, самое классное, это работать дома, естественно. У чувака просто такой план уже жизненный, и такая, просто уже он так скоординирован, что просто ты его не сломишь. Ты вспомнишь, что он как минимум раз в неделю ездит в офис на совещание. он ездит в офис. То есть у него комбинированный вариант, поэтому он-то получает то самое внешнее, и, понимаешь, он кроме работы, он постоянно ездит, что-то покупает, что-то с кем-то договаривается по службам поддержки, ну, то есть у него... С мальчиком сидит. Да, с мальчиком, с сыном со своим сидит. Ну, мимо этого... Внешние источники. да, то есть это... Ну, и он может быть более интровертен, просто, например, чем я, или чем ты. То есть, в общем, напишите в комментариях, какой вы чувак, мы переходим к следующему разделу разработка, это, собственно, Long Island. Тянем. Да, этот Long Island у нас проспонсирован лучшим в мире хостингом SmartApe.ru. Я прям даже думаю, а не сменить ли нам с тобой ссылку в описании с нашей... не сменить ли нам ее веб-дизайн на SmartApe? Да, тем более, что у нас пока нету нормального HTTPS редиректа, все еще я не настроил, и HTTP uwebdesign.ru просто со SmartApe заглушечкой уже стоит, просто как будто мы, как нам в комментариях написали, уже в общаге у SmartApe посидим. Ну да. Ну нет, я имею ввиду в описании под видео с нашей вот этой реферальной ссылки грустной на нашу задорную uwebdesign.ru slash SmartApe. Да. Там все прям популярно расписано, картиночка дата-центр, все прям вот мамой клянусь, самый лучший хостинг. Наверняка многие сомневаются все еще, что брать, что пробовать. Дешево, просто можете даже отдельно от своего мейн, так скажем, хостинга попробовать твинка. Да, даже тем более, что есть пробные версии у VPS-хостингов по три дня дают, даже на SSD VPS-хостинг дают пробные дни, можете все попробовать. Но только при создании нового аккаунта, но вы если не пробовали, то у вас и нет аккаунта, то есть все хорошо. Поэтому обязательно, если планируете пробовать SmartApe, то по нашей ссылочке, пожалуйста, это нам существенно поможет. Так, ну давай разработаем. Да, разработаем. Первая новость у нас сравнение технологий для веб-анимации. Этот пост у нас на самом деле уже недельки четыре висит в подкаста и он все как-то в сетку вещания нашего не подходил и вот наконец подошел. Ну что? Это просто Сара Драстнер. Да, Сара Драстнер нам его пишет, один из авторов теперь на CSS Tricks. Ну и она говорит, сразу отвечая на вопрос, типа, какой инструмент для анимации я использую? Нету никакого правильного ответа, под разную задачу используются разные штуки. Ну и говорит, если выглядит здесь только по душу реакта, то есть какие анимации используются реактовыми Shadow DOM компонентами, то типа идите сразу на секцию реакта. Нас как раз она будет меньше интересовать, мы как бы с Никитой не адепты реакта, но не важно, мы все равно зафиксируем. Так вот, Native Animation, то что касается нативных анимаций, есть несколько технологий, хотя большинство библиотек все равно основывается на нейтив анимациях, просто потому, что они хардварно ускорены, ну и вообще, то есть они ядром являются. Первая это CSS анимации, и здесь она пишет, что несмотря на то, что уже очень много всяких разухабистых балалаек, говоря словами Умпатуна, уже тобой упомянуто, иногда хочется старым добрым CSS анимациями воспользоваться, тем более, что они достаточно широкий спектр функционала предоставляют для, ну я не знаю, мне кажется, для 90% решений, то есть суперкрутые анимационные решения, они же не такой большой процент имеют в интернете, чем вот базовые всякие штуки, поэтому здесь есть плюсы, вам не нужна какая-то отдельная библиотека, вы просто используете Keyframes, вот этот вот собака Keyframes в CSS, и там все, что с этим сопутствует. Надо, кстати, это, снять прям отдельный видос про CSS анимациях, у нас опять же там в Trello, где надо, что снять в видосах, это висит мертвым грузом, но да, до сих пор люди спрашивают, а как же вот сами CSS анимации делаются, но вот надо сказать, как они делаются, ускоренные с помощью GPU, если у вас он, конечно, есть, поэтому да, можно использовать медиазапросы и так далее. Самый главный минус, это то, что чтобы управлять анимациями, максимум, что вы можете сделать, это одну за одной включить, все, дальше вам уже нужен JavaScript, потому что это scripting, так, ну, кроме этого, там, поддержка старых браузеров не очень хорошая, у SVG анимации, если мы анимируем SVG с помощью CSS, тоже могут возникать определенные проблемы в Safari, там, с opacity и трансформами, на самом деле есть хаки, я даже не говорю про translate 3D, а просто backface, visibility, hidden и так далее, но об этом, об этом можно прочитать в интернете, если я буду снимать отдельный видос, я скажу об этом тоже, я с этим столкнулся, но вообще у нас есть еще отдельный видос про SVG анимации, посмотрите, это второе, причем по просматриваемости видос на нашем канале YouTube, если вы смотрели видос, но не лайкали, прям потрудитесь, пожалуйста, перейдите, лайкните его там, и все у нас будет хорошо, следующий пункт canvas, можно анимировать на канве, то есть, как вы понимаете, на канве у нас нет никаких домоэлементов, там у нас пиксели, и вы пиксели между собой анимируете, но это требует более сложной алгоритмики, то есть, надо прям по геометрии писать, что и как анимируется, но можно взаимодействовать легко, вы уже это пишите с помощью JavaScript, поэтому вам не составляет никакого труда вот эту вот полосочку пикселей повзаимодействовать с другой, там при наведении, при клике и так далее, из-за этого и производительность довольно неплохая, потому что вам не надо рендерить кучу домоэлементов, как отдельных инстансов, у вас это всего лишь пиксели, ну, да, к сожалению, канву очень сложно сделать доступной, потому что это просто такой, как черный ящик, практически как флэш анимация, то есть, это контейнер, который не, снаружи не видно, что в этом контейнере, если ты скринридер, сразу вспоминается картинка, где роботы пытают чувака, спрашивают, что написано на капче, вот, ну, поэтому, кроме того, что сложно сделать доступным, accessible, сложно сделать адаптивным, ну, то есть, там у тебя, ты просто будешь сжимать канву, и тебе надо, в отличии, в зависимости от медиа-запросов, несколько алгоритмов писать, это сложно, долго, и как бы, ну, непонятно, не очень retina ready, в том смысле, что пиксели, они есть логические пиксели, и в отличии от SVG-анимации, где все векторное, на канве нужно прям с бубном плясать, для того, чтобы сделать его крутой на ретине, а в большинстве случаев это даже и невозможно, сложно дебажить, ну, тут и так понятно, то есть, когда ты работаешь просто с массивом пикселей, ты сам по себе, что называется, смайл, это старый протокол SVG-анимации, который дропнули поддержку в хроме, и в принципе, дальше он теряет поддержку, поэтому на нем Сара не остановилась, а у нас в нашем видосе, про который я уже говорил, там про это есть, хотя теперь уже не очень-то и актуально, но на самом деле, забегая вперед, скажу, что некоторые библиотеки, типа, Snapper SVG и BigSub, GreenSock Animation Platform, они основываются на смайле, и все методы, которые там есть, они уже имплементировали, поэтому, в принципе, мы, типа, ничего и не потеряли. Кстати, когда Google Chrome дропали поддержку, они этим и руководствуют, да хуже же на JavaScript все это есть, почему бы и не. Web Animations API, это, об этом я тоже скажу в том видосе про анимации, это, ну, новое, так скажем, новый API, нативный в HTML и все в JavaScript, который позволяет писать анимации на ванильном JavaScript, то есть, об этом уже есть достаточно материала, пока не определились со всем, со всем API, он еще не выпущен, он все еще, короче говоря, в статусе черновика, поэтому, ну, пока непонятно, и с поддержкой, и вообще, но держите, так скажем, один глаз открытым в сторону Web Animations API, когда-то это станет нашей реальностью, и, ну, да, здесь написано, что, что касается таймлайна, то есть, что, зачем, какие анимации запускать, GsApp все еще более могуществен, хотя Web Animations API еще не закончен, ну, то есть, как бы, это, это, это наше будущее, будем посмотреть. WebGL, это, такой, библиотек, я даже не знаю, окружение, рендеринга в JavaScript для 3D, который уже есть почти во всех браузерах, очевидные плюсы, типа, суперкрутые визуальные эффекты, они и так понятны, Hardware Accelerated, оно, конечно, ускорено железом, но нужно хорошее железо, я сразу про минусы скажу, здесь почему-то этого нету, в минусах, но я, как пользователь не самого лучшего железа на этом ноутбуке, скажу, что WebGL, он такой, затратный по ресурсам, возможности для VR, твоя тема, Никита, то есть, виртуальную реальность только на WebGL делать, она 3D-шная и так далее, но есть уже очень большое количество реально крутых WebGL демок, типа, там, водопады текущие и так далее. я сейчас, кстати, это самое, WebGL ворвусь немножко, а как вот это вот работает? У нас просто чуваки, вот, допустим, ты делаешь игру на Unity, так, а ты ее сделал, а потом ты, ты, короче, ее сделал, и сделал ее, чтобы она работала у тебя там на Android, ну, там, SDK, все использовал, все как надо. Так. А потом, короче, ты хочешь, чтобы она работала у тебя в Web, ты ее хочешь на Facebook прям запушить как-нибудь, и ты как-то в WebGL, Unity, в WebGL, как-то это? там есть, типа, как это по-человечески называется, короче говоря, есть некая перемычечка, когда ты Unity код, он в WebGL как раз переделывает. То есть там, ну, я не знаю, насколько это надо вписываться или просто нажать кнопку сделать хорошо, я не готов. Ответить, напишите в комментариях, если вы портировали с Unity на WebGL, но это как раз вот да, если ты хочешь, чтобы оно было супер на Web доступно без флеша, то вот, и 3D-шное было, то вот в WebGL. Я просто к тому, что да, оно на Unity будет хорошо работать у тебя на мобиле, например, если это мобильное приложение, но потом ты, когда в WebGL это все запихнешь, будет все плохо. Не знаю, может быть, я просто вижу, не владею информацией, возможно, в WebGL это отдельный двиган, а возможно, в WebGL можно Unity как-нибудь инкапсулировать отдельно и просто соединить, так скажем, ниточками с какими-то отдельными интерфейсами, не знаю. Так. Следующий пункт большой это External Libraries, внешние библиотеки. Green Sock первое, о чем она говорит, это сейчас очень популярная тема, Green Sock это, ну, собственно, Green Sock Animation Platform там на логотипе чувак в зеленом носке. Угу. И очень много сейчас гайдов по нему, он очень круто взаим... Ну, что касается производительности, он прям быстрый, плавный, ну, реально круто. Можете загуглить просто GsApp Demo, и там их гигантское количество. Ну, кроме того, что их гигантское количество, там много плагинов платных для GsApp. То есть, там практически можно же плагинов накупить, вписать свои значения, у тебя готовые анимации, ну, реально. Он, кстати, решает проблему с кроссбраузерностью, кроссбраузерной поддержкой SVG. Здесь, там же все прописано, все векторное, все суперкрутое, можно делать и адаптивное, и вообще, то есть, оно такое. Но вот, что касается минусов, платное все, нужно, как бы, подписку оформлять. Ну, там реально целый аккаунт на GsApp, создавающий всем этим пользоваться. Ну, просто Unity, ну, тоже за бабло, по-моему. Не уверен. Ну, может быть, какие-то, опять же, куски Unity за бабло, но вообще, по-моему, он open-source. Даже если не open-source, то бесплатный точно. Ну, может быть, да. Просто, когда еще его, просто, если говорить не под мобильную разработку, это всегда был именно бесплатный вариант. Когда у тебя нет денег на CryEngine, это да, Unreal Engine, и ты Unity берешь, потому что он каждый студент его может скачать и на нем бахать. Не знаю, насчет лицензирования под мобилки, это, опять же, твоя тема. Блин, лицензия несвободного программного обеспечения. Что значит несвободное? Значит, что ты модифицировать его не можешь, но брать, возможно, можешь. да, да. Окей, так. Или, может быть, ты можешь делать бесплатные фиговины, но если ты хочешь что-то продавать, написанное на Unity, то тебе надо купить лицензию. Ну, может быть, девелоперскую какую-нибудь. Да, просто вот, мы сейчас сами себе как-то каверзными вопросами заваливаем, и все будут думать, что мы просто дураки. Надо просто подмазать, так это, и никто даже и проверять не будет. Бесплатно. Что вообще, что бесплатно? Ну, кроме GsApp, конечно. Ну, и как с любыми библиотеками, надо следить за версиями, смотреть, не обновлять внезапно, а то плагины отвалятся. Ну, как с нодой и кучей зависимости, короче, как обычно. Velocity.js, еще одна библиотека, очень похожая на jQuery, но покруче производительностью, чем jQuery, хотя тоже и не очень круто. Здесь Сара пишет, что она прям даже тесты делала некие, и Velocity прям проседает по тестам, так что здесь есть проблема. Да, там есть, короче, две функции в Unity, просто Personal Edition и Professional Edition, и Professional за бабло, а Personal без бабла, и там как бы меньше функций, и т.д. Ну, я просто точно знаю, я когда поступал в магистратуру именно по разработке искусственного интеллекта и игр, там у нас чуваки прям хоп, сразу Unity, C++, все, погнали, до свидос. Так вот, сама jQuery, тоже как внешняя библиотека для анимации используется, она, конечно, ну, короче говоря, для SVGN-а не работает, то есть только дом элементы двигать, в версиях до 3.0 очень дерьмовый performance, просто производительность гадкая, а в 3.0 добавили request animation frame, вот это web animation cpi, там уже более или менее неплохо все. Кстати, через неделю будем рассматривать уже релиз jQuery 3.0, релиз кандидат, все круто. Snipers VG, одна из библиотек, которая рассмотрена в том видосе, о котором я говорил про SVG анимацию, посмотрите, здесь у вас в подсказках сохранено, и, да, она только про SVG, и с помощью нее делают анимации, хотя она никогда и не была для анимации непосредственно сделана, даже автор ее, Дмитрий Барановский, говорит, что, чуваки, она вообще не очень для анимации, она просто для управления SVG, чтобы вы могли управлять JavaScript, спавнить, так скажем, кружочки, палочки, двигать их, ну, двигать, но не анимациями, заниматься, хотя на их демке, если помнишь, там, крокодил такой, спайский был, даже у них на демке были небольшие анимации, MoJS, это библиотека, написанная чуваком из Украины, если я не ошибаюсь, Lego Mushroom, А, да, да, он какой-то чуть ли не дизайнер, по-моему, он, он, видимо, юзер, ну, какой-то он анимационный, не знаю, потому что я просто помню, что у него анимации реально крутые. Мы смотрели его когда-то. Да, да, мы не то что смотрели, мы и в паблике выкладывали, и вообще, то есть он такой. 3GS, это для 3D, опять же, вокруг WebGL-а построено, Body Moving, есть библиотека. Body Moving! Да, она изначально была для того, чтобы из After Effects экспортировать в SVG и JavaScript. Есть некоторые крутые, прям реально крутые демки, посмотрите, но если вы в основном не девелопер, а дизайнер, вам это втулза больше подойдет, потому что для большинства, как это не парадоксально, вещей из тех библиотек, которые мы уже перечислили, нужно быть разработчиком, все-таки, а не дизайнером. Там нету, как во флэше, там, таймлайна, ну, и так далее. Да, то есть там надо писать код такой, который будет двигаться так, как тебе надо. Вот-вот, то есть тебе надо быть разработчиком. Следующая секция это React Specific Workflows, а как быть с React, потому что у него не дом элемента, а виртуальный дом, и поэтому, ну, как бы, с ним, естественно, проблема. Есть библиотека React Motion, и, видимо, это одна из таких топовых тулзов именно для анимации в React, потому что, ну, как бы, она уже именно для него была сделана, там, есть все методы и так далее. У нее есть и плюсы, и минусы, я не готов просто про них говорить, потому что не знаю, GsApp тоже работает с React, некоторые проблемы могут возникать, но специально по их поводу есть четыре здесь пункта, которые вам помогут. С CSS анимацией не очень хорошо работали в React, но, в принципе, можно и обойтись и ими, и здесь даже жирным выделено, что, если говорить о реальных приложениях, которые, ну, вот, как бы, без фантастики, без красивых демок ради демок, то иногда CSS это вот по бритве Акама лучшее решение. Не люблю, когда злоупотребляют этим принципом бритвы Акама, мне как-то он слишком эпично звучит, из-за того, что в Вовке есть чувак Акама, который или Дана предал из отрекшихся, или как там они, униженные, ну, дринеи, которые уже такие, противные, дринеи. и вот, из-за того, что... Не, просто, понимаешь, это же всего лишь типа отрезать лишнее, вроде, насколько... Да, да, так и есть, но просто именно из-за того, что Акама мне сильно как-то эпично звучит, мне не нравится, ты очки сломал. Да, ну ладно. Безвозвратно? Не знаю, пока. Ладно, будем пробовать передвигаться дальше, я даже не знаю, как ты будешь дальше читать, но попробуем. Одним глазом. Следующая тема у нас на Спаркбоксе. Угу. Давайте писать красивые CSS-комменты. Тема... Я ее прям, как ты, как ты до этого, какую-то тему просто скажу по пунктам, не буду прям здесь читать. Я здесь, почему я эту тему еще выбрал? Здесь есть две кнопки Full Article и Quick Read. И здесь он статью из Long Read превращает в Short Read. Так. И вот, ну, просто очень крутое юзабилити решение. Я не знаю, как он там на бэкэнде это все сделает, если честно. То есть, ну, очень сложно, наверное, какую-то систему построить, которая автоматизирована точнее автоматически. Автоматизирована таможня. Ну, в общем, давайте писать крутые комменты. Красивые комментарии. И здесь сразу, поймите, здесь речь не о куче решеточек, звездочек и адски красивых комментариях. Нет, здесь не об этом. Даже не о обмотзи. Да, и даже не о них. И даже не о тех комментах, из которых автоматически, знаешь, есть такие тулзы, которые сразу Style Guide собираются с твоей CSS, если ты правильные комменты пишешь. Там, с кодами, с ID-шникой. Даже не об этом сейчас. Сейчас речь именно идет о комментах, которые тебе позволяют понять, что у тебя в коде написано. И даже, во-первых, спустя какое-то время, если ты через месяц начал допиливать свой проект, или для других разработчиков. И здесь есть несколько пунктов. Всегда документируйте код, который немножечко хэки. То есть, когда ты делаешь неочевидные вещи в плохом смысле. Надо это всегда писать, потому что, ну, как бы это не сразу очевидно, а лучше даже писать ссылку, откуда вы это взяли, где более подробно расшифровано, что вообще здесь за говно. Ну да, то есть, когда ты костылишь, ты, скорее всего, делаешь что-то неочевидное. Это 100%. Костылишь точно. Именно эту метафору я хотел услышать. Также всегда документируйте умный код. Даже если иногда здесь пишется, что умный код, когда он реально умный, и от этого тоже неочевидный, тоже надо документировать и избегать по возможности. Потому что твои тупые сотоварищи, коллеги не поймут его и все сломают. Ты знаешь, даже не то, что тупые твои сотоварищи, а может быть, тупой ты через год. Ну да. Я просто даже в практике с таким столкнулся, когда мы делали сайт для чувака про видео. Я, короче, использовал опиху вимео. И я первый раз так круто сделал, что второй раз, когда я пытался это повторить, я вообще не смог, если честно. Тонщи-то как-то вообще. Ну вот да. То есть надо документировать весь умный код и по возможности его избегать. Я, если честно, не надо CSS-поэзией заниматься. Видимо, об этом здесь говорится. Всегда документируйте магические цифры, но это понятно. Если у вас просто есть 12 пикселей, напишите, почему 12 пикселей, почему не один рем, почему не переменная, которая где-нибудь задается, почему вот именно 12 пикселей. Всегда пишите, какого хрена. Всегда документируйте стили, которые относятся друг к другу. Вдруг. Вдруг вы делаете где-то position absolute, напишите комментарий, где у вас position relative для этого absolute. А где у вас position relative, напишите, что у вас внутри вот этого relative будет абсолютно или фикседное или так далее. То есть, ну, всегда, когда вы делаете какой-то position, у вас есть два обойди... Черт. Ну, короче, два конца. Я не хотел, да, видишь, что у вас есть два конца? Два стула. Да, два стула. Также комментируйте всякие свойства, которые, ну, опять же, неочевидные свойства в том смысле, что редко используемы. Например, backface visibility hidden. Это как раз то, о чем я говорил. Это решает хак с анимациями на opacity, на webkitty, чтобы не было морганий и дрожаний. А это одно из необходимых решений. Их там, две-три штуки таких надо написать. Вот всегда это документируйте. Опять же, давайте ссылку, откуда вы это взяли и какого хрена. И иногда, вдруг, вы собираетесь например, вот у нас на работе мы по пятницам у нас всегда день образования. То есть мы обсуждаем все, что за неделю накопилось. У нас 4-5-часовое разговорная сессия с едой, с водой и так далее. И вот то, что вы обсуждаете, вы вот это комментируете и в комментах прям оставляете. Мы решили здесь сделать вот такое-то дерьмо, потому что вот тогда-то мы обсудили и постановили, что так теперь будет всегда, просто потому что мы в команде договорились использовать там ремы, а не емы. условно говоря. Ну здесь есть небольшие примеры еще того, что делайте комментарии не просто добавить 5-пиксельную границу слева, ой, точнее снизу, а сделать, опишите такой комментарий, добавляем индикатор выбрана для элемента. То есть, чтобы ты еще логически понимал нахрена границы, потому что просто добавить границу это окей. А зачем там граница? Ну вот, напишите, зачем граница, именно семантические комментарии. Ну, собственно, и все. Как бы, ну и кроме всего этого, они эстетически приятные. Поэтому надо писать комментарии с новой строки, разбивать энтери комментариями, длину комментария ограничивать 80-ти там колонками, например. Ну, это у всех обычно в редакторах кода все и так сделано. Поэтому, вот, причесывайте свои комментарии и делайте их умными. Мне еще, знаешь, что кажется, что чуваки, которые круто пишут ТЗ, они комментарии круто могут писать, потому что они в ТЗ прям как комментарии, блин, здесь сделать то-то. В крупных компаниях, типа Salesforce, опять же, я просто наслышан, у них есть люди, которые отвечают тупо за документирование. Это, кстати, искусство. Да, это надо быть прям педантичным чуваком, не все бы смогли, на самом деле. И все не упустить, все учесть. Да, да, и еще проводить брифинги, и каждому говорить, ты слышишь, ты дурак, ты дебил, я уже устал за тобой передокументировать, ты выучи уже хоть раз, а то я на тебя доложу. И там будет сразу який перерва, как ты так говоришь? Перерва. Перерва. Следующая новость у нас про картинки, последняя из рубрики разработка, у нас прям долгий сегодня подкаст получается, я тебя предупреждаю, поэтому надо... Я чувствую. Да, поэтому надо социальные новости прям вообще быстро, и WordPress у нас быстро, потому что хочется на научпопе подольше остановиться. Ну, как бы да. Как и на любой попе, ну да ладно. Картинки замедляет наш интернет, давайте это решим что-нибудь с этим. Статья на kraken.io Неплохо. Релиз The Kraken, сразу хочется сказать. Автор Карим Сальман. Он мамой клянется, возможно, когда нам это пишет. Так вот, говорит, в основном, короче говоря, что нас больше всего бесит? Медленный сайт, почему? Потому что, типа, мы нетерпеливые создания, и нам сразу скучно, если сайт долго грузится, и так далее. И, говорит, недавно Financial Times написали у себя в блоге про исследование о том, что у них этот, короче, всех взбесил их сайт, независимо от того, как быстро он открывался. Они подумали, интересно, а какого хрена? Ну, и после этого они написали, что около трех, господи, если сайт грузится три секунды, то у него на 22% меньше пользователей, и на 50% больше процент отказов, чем у того, который грузится за секунду. Ну, короче, понятные всякие штуковины. Ну, так вот, Financial Times еще выяснили, что большое количество картинок бесит людей, не только потому, что, ну, ладно, это я забегаю вперед, не только потому, что они много весят, а потому, что они еще и просто, надо с ними аккуратнее. Где-то их слишком много, и надо, это опять же к вопросу о замусоривании. Ну, так вот, средняя сейчас размер страниц 2,3 мегабайта, и он вырос с 1,7 с 2014 года, например. Кстати говоря, 2,3 мегабайта это практически игра Doom 1903 года. Охренеть можно. Да, то есть, чтобы вы понимали, это была полноценная, блин, игра, в которой было дохрена уровень, реально дохрена. В Doom 2 их было вообще досвидос много, в первом чуть поменьше. Но сколько обоим, в первом это все-таки не трехмерная графика была, а двухмерная. Так и во втором была довольно двухмерная. Это в Дюк-Нюкем уже больше трехмерной, там можно было уже дробовик вниз-вверх направлять в свинью, которая приседает, целится. Да, в Doom, к сожалению, нельзя было. Ну, почему к сожалению, ну, просто другой экспириенс игры. То есть, ладно. Так вот, и самое главное, что средний результат по... Больнице? Да, по больнице тут чуть ли не два мегабайта уже. короче, досвидос, все плохо уже в 2016 году. Хотя, казалось бы, уже все от флэша отказываются и от всего такого. Да? Так нет, здесь речь тупо о картинках. И в среднем в 2016 на каждой странице 57 картинок. 57 мать их картинок. Ну, это обосраться. Это подкатом. Картинка подкатом. Ну, да. И сразу вопрос, зачем нам столько изображений? Первое, эстетика. Если нам реально... Ну, вот представь, сайт Warcraft, там, Battle.net. Не Battle.net, а именно Battle.net slash Warcraft. Я понимаю, то есть, какая-нибудь лендинг, например, какого-нибудь дополнения к Warcraft. То есть, там тупо интерфейс сделан картинками, причем нарезанными, чтобы как бы это как отдельные фрагменты определялось. И в любом браузере работало. Да. То есть, ну, тут без этого просто никак. Но там они все равно довольно сильно сжаты, я думаю. Хотя, хрен знает, надо посмотреть по сурсам. Impressions. Производит впечатление, как красивые картинки, они как бы, ну, визуально приковывают взгляд. И necessity. Ну, они необходимы, если, например, у тебя сайт со стоковыми картинками, как ты там будешь без картины? Никак. Так вот, но большинство веб-изображений сильно захламлены. Именно. Первое, это метаданные. То есть, там, на какую камеру снято, какая выдержка и так далее. В вебе на эту информацию реально насрать. То есть, ты же не исходники со свадьбы передаешь. Еще и PNG-хами все захреначат. Ну, вот на Smash & Magazine с PNG они, по слухам, лучше сжимаются какими-то алгоритмами. Окей. То есть, ты тут сейчас не в тот вагон попал бы. Хотя я тоже, я не сильно большой в этом специалист, но как бы они так видят. Второе, излишнее качество. То есть, лучше бы ужать, добавить шакальности немного. Как у нас вот на uvpdesign.ru баннеры верхние, они прям сильно шакальные, надо что-то с этим будет решить. Подкрутить немножечко там что-кого, но тем не менее. И третий пункт, чем изображение слишком насыщен, это слишком большие размеры. В том смысле, что ты берешь картинку 500 на 500 и ужимаешь ее до 100 на 100. А размер же имеет значение? Имеет, но не в этом смысле. Ужимать размер не надо. То есть, если у тебя 100 на 100, возьми картинку 100 на 100, ну или там 200 на 200 для рекины. Ну точно не 500 на 500. То есть, сейчас, конечно, есть всякие HTML5 SRC set и picture element, в которых можно, ну, жить. Да, можно делать адаптивные изображения, новое. Да. Это одно из решений. Так вот, как же нам уменьшить количество данных в изображениях? убрать всю метадату с это, сжать, скомпрессировать, хотел сказать, русское слово. Новое. Так вот, я бы тебе компрессинг русское слово. Да, да, вот это все сделать и здесь вот как раз написано, что да, типа, у JPEG типа круто, но еще не так круто. У вас JPEG. Да, у вас JPEG и надо во всех редакторах там делать, чтобы типа фотошопа, сейфу, веб и так далее. Ну и на самом деле в итоге я додумаю, ну круто, 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 круто. Так. И они пишут в конце, а у Kraken, а у, кстати, есть крутая тулза для оптимизации завершения. Я думаю, блин. Еее. Но, ну, статья, ну ладно, статья нормальная, пишите в комментариях, если, вот я честно вам скажу, вот просто сейчас откровением, а я люблю, когда картинки шакальные. Не в том смысле, что я эстетическое удовольствие получаю, а в том смысле, что я реально вижу, что от этого быстрее грузится и мне норм. А если я хочу посмотреть оригинал, я правой кнопкой там, слушай, я даже думаю, на каком-нибудь сайте со стоковыми фотографиями, если есть плиточкой за шакаленные фотки, а потом можно перейти и скачать, то это будет намного круче. Ну, не знаю, а вдруг на стоковые фотографии дамы зашли, а дамы шакальные не любят просто принципиально, я тебе говорю по опыту. Ну, к сожалению, да. Поэтому тут под аудиторию надо подстраиваться под аудиторию, но вообще, да, я сейчас поставлю здесь меточку, я сделал видосы про плагины для WordPress, и там я рассказывал про всякие WP Smushed, Resize Images After Upload, вот эти крутые плагины, которые мы используем, поэтому посмотрите, подумайте, как жить. А следующая рюмка нашего подкаста, так сказать, шот, как я его назвал, это социальные новости, ну, и мы, собственно, по ним вот так же и зашотим их по-быстрому. Первая новость про то, что мы поздравляем пацанов из Петербурга, которые победили, собственно, в мировом чемпионате по программированию, представляешь? Да, наше поздравление. Заголовок, конечно, звучит не хоккеем, так программированием, мы помним, что мы просрали кому, финном? Финном в полуфинале, я, к сожалению, смотрел, это, я смотрел два матча, первый с чехами и с финнами, в обоих просрали, лучше бы я с финнами не смотрел. Так ты уже как Гусев, тебе нельзя ни комментировать, ни смотреть. Да, да, видимо, видимо, да. Короче, как питерцы, молодцы, победили, здесь вот есть фотография команды, собственно, здесь возможно, здесь три чувака, это участники и один из них тренер, скорее всего, тренер чувак с бородой, как мы понимаем, да, он просто еще позади них чуть-чуть стоит и я просто, я даже хочется найти ту картинку, где на него было гигантское приближение и подпись, я вообще не знаю, кто эти люди, что сделал я. Да, скорее всего, он во многом сопутствовал победе. Ну и вот первое место СПБГУ, питерский университет главный. Я тебе знаешь, еще что скажу, почему он тренер, потому что у всех на бэджиках красная полосочка, а у него оранжевая. Вот, вот, мы уже, да, у них, собственно, бэджики от IBM, там китайцы второе место, то есть мы первые, третье место Гарвард, то есть англичане, якобы, ну мы сейчас посмотрим на них, и четвертое, пятое, шестое, почему-то мы все, опять же, русские пацаны. Короче говоря, здесь есть таблица, посмотрите, посмотрите, самое главное, для наших чуваков, которые особо умные, у нас любят в комментариях, много особо умных пацанов, прям крутых, я их люблю прям всех, они там нас говном поливают, короче, please, вот задачи, для 2016 года, откройте, какие-нибудь порешайте, там, проблем A, хотя бы. G, например, проблема G, про нефть, ойл. Да, please, решите, короче, и нормально у вас будет все. На Пхукете, что ли, проходило? Почему Пхукет, интернетшево коллегиат, программинг контест? Видимо, да. Видимо, просто они все в Таиланде, как бы, уже кодят, и сразу там и решили провести, чтобы... Где все фрилансеры? Кстати, у гарвардской команды нету тренера. У них нет чувака, соревнования большого. Может быть, он вышел в это время. Они-то там работают, а он приехал, и он как бы в Таиланде еще секс-туризмом занимается. Возможно, у него там рандеву с кем-нибудь, с мужчиной, с женщиной, может быть, с обоеполым существом. Всякое может быть. У него рандеву с незнакомкой. Ставь лайк, если знаешь, что это такое. Короче говоря, здесь есть фотографии всех призеров, так скажем, победителей. Здесь есть прям фотографии участников, их тренеров, тренеров, как угодно. И после этого, после всех фотографий команд, есть, как это все проходило, то есть залы, где они программированы. Там такой open space, если можно так назвать. Чуваки сидят командами, кодят, там у них дикая матрица на экранах. Я не знаю, действительно ли так кодят настоящие суперкрутые чуваки или нет. Там люди в шляпах, например. Contest Control. А, это именно чуваки, которые контролят. У них, возможно, там именно матрица, чтобы парить, что чуваки там не гугли. Да, да и просто посмотреть, за ними куча шесть вертикальных мониторов с зелеными цифрами. Это жесть. И клавиатуры, которые положены одинаково параллельно друг другу. Да, 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 да. Вот, в общем, вот такие медали дали пацанам. И здесь есть видео небольшое с Contest. Там, видимо, стриптиз между задачами. Там еще видосы просто цифрами названы, как будто это, я не знаю, Raspberry Pi. Да, да, да. Какие-то коды, я не знаю. Ну и после этого, естественно, было автопати. Все, кто не выиграл, могли набухаться просто нормально. Ну, да. Следующая тема Google-Oriented Programming. Я сначала думал, что сейчас будет досвидос, когда первый просто, ну, просто прочитал тему. На самом деле, тема очень простая, прикольная. Многие люди задумываются о том, вот, я кодю, да? А какого хрена я вообще? Я что-то кодю? Я что-то создаю новое? Или я просто гуглю? Здесь есть картиночка такая классическая про то, что чувака принимают на собеседование. И там, типа, ваше резюме нас впечатляет, да? А вы вообще какие-нибудь... Нет, нет. Как именно вы решаете проблемы? Решать проблемы, да. Он пишет, ну, типа, гуглю. Ну, тогда давайте к нам набор. Да, да, да. И, типа, это любая IT-джаб. Ну, типа, в любой компании вас принимают. И, короче, чувак, вот какой-то, я так понимаю, это перевод какого-то чувака? Нет. Блог компании Geekbrains. Это не перевод, это они думают. А, значит, они думают. Ну, молодцы, что так думают. Потому что они пишут, что в принципе гуглить не зазорно. Он пишет. Многие чуваки пишут. Нам даже, говорит, письма отправляешь, типа, что вообще, я что-то создаю или я просто нагугливаю все? И чувак говорит, что в принципе даже нагуглить надо уметь. Естественно. Да, то есть вы даже, есть такие книги, здесь есть несколько прям отрывков из того, из того, что как бы, что есть прям статьи и книги, как правильно гуглить, как правильно искать информацию, что люди очень много тратят, 40% времени тратят на поиск информации. Здесь есть очень прикольная, короче говоря, иллюстрация из статьи вот этой вот, где есть графич такой, ось X, ось Y, и типа, это даже такой некий эффект Даннинга-Крюгера, да, чем больше ты, короче, про себя думаешь, чем ты круче, тем ты на самом деле лох. Да. И наоборот, чем ты меньше про себя думаешь, тем ты более продлежал. Да, и на самом деле, когда ты задаешь вопрос, а создаю ли я что-нибудь или просто гуглю, скорее всего, создаешь. Потому что, как хорошо гуглить, это тоже искусство. Ты как бы задумываешься, что ты лох. потому что, ну вот я даже по себе знаю, опять же, я-то скорее всего слева там, да? Ну вот, я всегда гуглю точно вот то, чем мне надо. Я просто, я почти даже метод знаю, ну, я забыл там просто во множественном или в единственном числе его там писать, но я, хобби, я загуглил за секунду. Я не просто гуглю, как сделать прикольно. Я просто метод такой-то, такой-то, то-то-то-то-то-то. И прям вот, ну да. Да, потому что, к сожалению, многие люди, которые просто костылей накопируют, они даже не задумываются. Хорошо, неплохо. Да, то есть это, мы выяснили, гуглят все, разница лишь в том, как. Да, Google-oriented programming. Следующая статья, назад в будущее, Megamask возвращается на хабр-хабр. Вообще самая короткая статья, которая была у нас во всех подкастах. Я просто вам напомню, что мы рассматривали про то, что было разделение хабра в какой-то момент, и пацаны на хабре остались со специальными своими новостями про программирование и про досвидос про Raspberry Pi, и от них отделились Geek Times, и от них отделился Megamask. Geek Times это пацаны про девайсы, про гаджеты, про научпоп, а Megamask это про менеджмент, про бабло в IT-сфере. И чуваки вот здесь пишут, что, блин, мы, знаете, подумали, прям сами на хабре пишут, мы, знаете, подумали, что, в принципе, допустим, Apple же это неотделимая технологии, да, от бабла. То есть нельзя отделить их, это уже прям они трутся вась-вась. Да. Поэтому давайте, чуваки, все-таки Megamask мы вернем обратно на хабр-хабр подраздел категория про менеджмент и там будете читать свою дерьмо. Ну я больше чем уверен, что просто на самом деле Megamask настолько непосещаемое дерьмо стало, что просто даже отдельный домен стыдно держать с такими метриками и вообще поэтому они, блин, ладно, чуваки, давайте, короче, мы сейчас сделаем типа мы так и хотели, а на самом деле просто Megamask говно и все. Ну и пишут, что вдруг Geek Times может туда же примкнуть. В смысле, они думают? Я больше чем уверен, что вот на Geek Times мне вот Geek Times в 20 раз больше, наверное, там прям интересно жить хочется. Ну он говорит, что самостоятельно продолжается, но если что-то, что-то пойдет не так, то может примкнуть почему бы не. Ну некоторые хабы с него обратно на хабр, не знаю, зачем они это там все тасуют, напишите в комментариях, если вы сильно варитесь во всех этих там темах. И знаете, какой трафик у хабра и какой у Megamask. Да. Короче, следующая новость про трейдередит. Прикольная статья с Shazoo, собственно, про то, что можно получить, получить, можно вставлять... Можно, конечно, и получить. Можно получить, а можно вставлять. Вставлять темки и вопросики с Reddit. А Reddit, мы сами знаем, крупнейшая платформа, форум такой в интернете, если они все еще живут, на котором пацаны и даже... они более, чем живут, я думаю. Да, и даже с Reddit не живут. Даже всякие celebrity, так скажем, для них создаются специальные аккаунты, которые у них там официально подтвержденные, на которых они отвечают, с двух трэд. Да, у них АМА. Вот это Asks Me Questions на Reddit. Вот, именно специальная такая категория, в которых чуваки отвечают на вопросы. Короче говоря, все просто, на самом деле. Заходишь, можно... Тут, короче, наше Zoom написано просто, что можно. Они ничего сами не попробовали вставить, но можно зайти просто на сам Reddit, если ты сейчас на Reddit зайдешь. Допустим, почему бы нет? Давай. И зайдешь на любой трэд. Давай на субреддит World of Warcraft. Блин, давай. Как это сделать? Я здесь пишу справа World of Warcraft. Так. И есть прямо хоп, вов. Reddit.com slash r slash вов. И там прям именно вот этот... Тут все, во-первых, картинками. Так. Причем здесь очень круто появляется у меня на глазах из обычного Reddit он становится варкрафтовым Reddit. Очень круто. Здесь еще анимация, если навести на Трала. Ой, или это Дуротан. На Дуротана, если навести. Я сейчас, извините, кого обидел, просто сейчас... Нет, нет, это Дуротан, просто потому, что, во-первых, фильм в основном про него. Конечно, конечно. Во-вторых, книга про него, которая прикола к фильму. Ну и, собственно, и Дренор много про него. Ну, как бы, да. Короче говоря, вот этот субреддит, Вова. Допустим, что-то внутрь и видим, здесь есть такая хрень поделиться. Кнопочка на русском. Вижу. Жмякаем. Можно поделиться просто в каких-то социальных сетях. А можно имбед пост. Да, и там все появляется и можно кастомить даже чуть-чуть. Да, можно, во-первых, кастомить всю хрень, медиапревью, шоу фейсбук, инстант артикл, имбед код. И, кроме этого, наверное, может что-то еще поделиться. Понимаешь, кроме этого, можно поделиться даже маленькими вот этими подпостиками, под вопросиками. Ты просто наводишь на любой. Видишь, там эмбед есть. Почему? Там перевели, как поделиться, а тут эмбед. Вот да. И тут, конечно, тоже вся кастомизация есть, которая там, собственно, есть. Поэтому все круто. Вставляете и не паритесь. Вот честно тебе скажу, очень хочется иногда взять и пользоваться реддитом. Да, хочется просто погрузиться вот в один. Допустим, берешь вов. Ну, да, просто хотя бы, ну, понять вообще, что, как. но каждый раз что-то у меня какие-то проблемы. То ли времени не хватает, то ли мозгов, не знаю. там даже просто не то чтобы, там просто же обычные чуваки какие-то американские сидят. в том-то, это же не то, что суперэлитный клуб. Да, Ну, как бы, блин, ну, просто вот как-то, тут даже есть русский интерфейс, можно вот, хотя, собственно, он же и включен, просто ни хрена не переведено. Вот. Следующая новость про то, что WordPress представил новый домен. Представил. Написано так, написано очень косноязычно, потому что, на самом деле, пацаны из Automatik, это те пацаны, которые сделали, собственно, ядро WordPress, а мы все знаем, что это open source, на технологии, может каждый заниматься этой хренью. Да, да. короче говоря, пацаны из Automatik, оказывается, взяли и купили, весь вообще, могут теперь продавать, банчить, доменами, в верхнем уровне, .blog. И, как бы, я так понимаю, еще пока не могут, но coming soon, и скоро с августа, владельцы крутых пацанов, типа Coca-Cola.blog, смогут сделать, а с ноября, и все любые пацаны, воспользуются, они еще даже на WordPress.com, вот там, где у них премиум фича, добавить свой домен, они будут сразу подторговывать .blog доменами. скорее всего. Ну, и, наверное, нехилые деньги зарабатывать с регистрантов, просто со всяких. Со авторегистраторов. Да, с авторегистраторов, с видеорегистраторов. Да. Короче, я последняя, или не последняя. А это все? А все, да. Это все, это и был мостиком в рубрику WordPress, которая в этот раз всего две статьи насчитывает, так что WordPress-хейтеры, ликуйте, на этой неделе здесь тоже немного совсем. Так вот, WordPress 4.6 немножечко улучшит опыт редактирования, юзер опыт, в смысле, пользовательский опыт редактирования страниц, меток и рубрик. А именно, как вы видите, до 1, 2, 3 здесь выделено, что здесь популярные теги. Непонятно, нахрена на популярные теги. Угу. Добавить новый и справа список уже существующих. Очевидно, что добавить новый надо бы как-то повыше, потому что, ну, в основном и мы пользуемся. Так вот, WordPress 4.6 добавить новый и облако тегов поменяет местами. Это, собственно, вся новость. Кроме этого, естественно, там терм метод дейту сейчас имплементирует, fields API, чтобы там можно было прям для меток и рубрик без сторонних плагинов дополнительно разные поля делать, там, картинки и так далее. Но пока этого нет, ждем. Ну, вот, переставляют местами, смотри. Вот такие хотя бы новости пошли. Обычно вообще, что касается рубрики WordPress, между релизами не так много всегда новостей. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но вот так и так и живем, от релиза до релиза, практически от звонка до звонка. Так вот, следующая новость. Команда MetaTeam в WordPress публикует прототипы или mockup, я не знаю, как назвать, редизайна директории плагинов. И здесь ты можешь видеть настолько такие сухие макапы, в которых плагинс, search плагинс, слайдер просто, текст, даже не по цену, сбоку слайдер. И дальше popular plugins, популярные, я не знаю, по версии кого, возможно, по версии MetaTeam, возможно, потом будет по версии Automatic, возможно, по версии тех, кто занес бабло. Trending plugins, но здесь понятно, по количеству загрузок за последнее время. и бета-плагинс, не знаю, как, как попасть в бета-плагинс, но, может быть, будет какой-то флаг, когда ты загружаешься в директорию, не знаю, может быть, будет какой-то искусственный отбор модераторами, но, тем не менее. Ну, и здесь плагин Authors, Reviewers, Handbook, то есть, здесь будут практически Lorem Ipsum, но тут, я так думаю, будет список авторов топовых, ревьюеров топовых, и Handbook, это просто как добавить, там будет какая-то мета-информация, вообще, как жить с плагинами. Ну, вот так вот, намного меньше информации стало по сравнению с нынешним дизайном, там прям все засрано им, но, вот, Джефф предпочитает думать, что это все к лучшему. Я даже не знаю, что ему ответить, я вот, люблю, теперь, не clean и не simple, поэтому, может быть, старая директория, просто бы, опять же, переставить местами, чем-то, первая со вторым, нормально бы уже было. Отлично. Переходим к научпопу? Короче, научпопу. Или переходим в научпопу, опять же, я... я хотел, пока ты рассказывал, я хотел придумать, опять же, какую-то метафору с алкоголем, конкретно, то есть, знаешь, под конец тусовки уже те пацаны, которые выдержаны, нормально, не те, которых мамка загнала, а конкретно вот такие пацаны, которые просто уже остались втроем, там, на кухне сидят, причем на американской кухне какой-нибудь, а, на веранде, на патио. Это уже, это не алкоголь, это уже кальян, сигары, да, они просто сидят втроем в темноте, как бы уже рассвет такой, зарево, и вот научпоп, они что-то, что-то подали. они обсуждают как раз практически вот такие о высоком. Да-да-да. Короче говоря, нам предложил господин, наш любимый фанат, подписчик и т.д. и т.п., Владимир Смирнов, предложил нам тему про Илона Маска немного обсудить. Не побоюсь этого слова друг. Друг. Друг, отец, сын. Да. Значит, он такой, говорит, пацаны, смотрите, тут есть сложненькая тема такая, а я ее почитал, и я даже не то чтобы сложненькая, а просто, ну, можно на ней пару переломов получить мозговых. Согласен, так, ты тоже один получил, я видел. Я получил. Илон Маск, значит, три тайны. Оказывается, оказывается, нам предлагали же в комментариях о том, что, короче, все помнят, что SpaceX, компания Илона Маска, которые, они смогли, смогли там посадить ступень, короче, крутые пацаны с этими своими ракетами, в общем, в общем, много было прям сенсационных заявлений, что это прям удешевит все полеты в космос, там, в 20 раз, что вообще, ну, новое слово, то есть, ну, прям, прям новая теория относительности. Да, и в этой статье обсуждается три минуса, почему, скорее всего, вот эти все полеты, это не такая уж и сказка, а на самом деле, суровая реальность, и, к сожалению, не так это все позитивно, как выглядит. Вот, в чем минусы? Есть, допустим, стоимость межполетного обслуживания, это и есть вот эти тайны Илона Маска, как якобы тайны, значит, стоимость межполетного обслуживания, то есть, мы все знаем, что ракета летит, все ступени задействованы, охренеть как, все вот эти турбины, из которых все там вылетает, в общем, все, двигатель внутреннего сгорания, а там, кстати, внутреннее сгорание, все, значит, в общем, вся вот эта тема изнашивается, даже при том, что огонь ее не касается, сами по себе вибрации, так скажем, которые происходят в космосе, и от ракеты, да, и на ракете, они все равно тебе... Да даже трение в атмосферу, и то, ну, просто термин амортизация, то есть, прям, оно требует обслуживания, так скажем, и чуваки пишут, даже не то, что в толчке, да, помыть надо, как бы, после того, как прилетела ракета, нет, это просто нужно обслужить, все протереть, все там, всю гай снять, потому что это много чего влияет на физические величины, реально, вот, поэтому это как минимум, первая тайна, вторая тайна, здесь есть видео, там, как бы, все объясняется, вторая тайна, сейчас я дойду, там еще, еще говорят, что все очень утопично, все смотрят на это, то есть, вроде вот такой самолел, хоп-хоп, собрал, разобрал, все там, ну, здесь, здесь еще, в сторону отходит, что вот, если говорить про другой опыт многоразовых кораблей, ступеней, то вспоминается, естественно, программа шаттлов американских, и там-то как раз, когда он прилунивался, как планер обратно, слетал на землю, с орбиты, так скажем, то там прям, практически, собаки с милиции подъезжали, там сто машин всяких, обслуживающих, его обливали, обдували сразу, да, там до свидоса вообще, и тут гигантское количество работ проводится, то есть, я даже не буду все перечислять, но продувка двигателей, очистка грузового ацтека, дренаж водорода, кислорода, дренаж газов, то есть, там очищать это все, иногда, больше делов, чем непосредственно новый построить, следующая тайна, так скажем, Элона Маска, а на самом деле, это все-таки минус, к развитию, и к полетам, это ресурс, то есть, вся эта хрень, вся эта конструкция, она, ну, представляешь, да, то есть, она долго делается, долго разрабатывается, там, всякие замеры, всякая хрень, и она делается из металла, и вот, тут, допустим, есть такая величина, как усталость металла, то есть, опять же, от вибраций, от всякой хрени, от гари, так, значит, металл устает реально, и он разрушается, и способствует физическим, вот этим всем задержкам, знаешь, как физические задержки, это хорошо, конечно, но мне батя все заучил, что надо носить несколько обувей, да, менять их каждый день, потому что есть усталость обуви, он мне так и говорил, если носить пять пар кедов, то ты их проносишь, десять лет, а если ты будешь одну пару носить, то ты ее проносишь не два года, как если бы просто ты на пять поделил, а там год или полгода, потому что она не будет отдыхать, да, то есть, у материала, в принципе, есть такая тема, как усталость, вот, ползучесть металла, например, то есть, тоже деформация небольшая, такая от нагрузок, есть, поэтому, вот, ракета приземлилась, и это практически другая ракета, не которая взлетела, то есть, которая взлетела, она обладала одним физическим, какими-то данными, да, это уже тень той самой ступени первой, то есть, как бы, конечно, посадили-то посадили, но полностью сохранить все-таки все функции, и тут даже есть некая пайчарт, если угодно, который, собственно, показывает в процентах, что больше всего изнашивается, но это по двигателю спейс-шаттла, опять же, не только по ним пока есть открытая статистика, но, я думаю, примерно суть та же самая, да, и всякие маленькие элементы, вот эти управляющие, клапаны и датчики, клапана, я бы даже не побоялся сказать, действительно, они, я так понимаю, достаточно инородные, вот для таких летающих объектов, то есть, как бы, он должен быть все-таки, летающий объект, да, как я понимаю, это должна быть такая хрень, как машина, она должна быть полностью обтекаемая, как какой-нибудь болид, вот, а на ней, если есть какие-то клапаны, датчики, даже если внутри они есть, а мы там понимаем, что там же пространство по-другому работает, и ДТП, и невесомость, опять же, всякие физические штуки, опять же, они коцают, будем говорить, датчики и клапаны, то есть, вот такие штуки, они все-таки подвержены очень сильно коррозиям, да, здесь обязательно и слушатели, и зрители, перейдите по ссылке на статью, почитайте подробности, здесь опять же написано, что даже абсолютный рекорд по количеству полетов, был 19, у одного двигателя на шаттле, но его каждый раз перебирали, это была как раз первая версия, и это долго, и, ну, блин, хрен его знает, еще что лучше, проще, и что безопаснее, на самом-то деле, иногда лучше новый, чем перебранный старый, да, да, поэтому тут это все такое, и последняя, типа тайна, ну, я немножко опущу просто подробности, не надо опускать никого здесь, в эфире, да, короче говоря, проценты потерь, тут, короче, про что это, про что это у нас, про то, что, короче, опять же, они все вот это думают, откуда запускаться, то есть, у них тоже не везде есть, оказывается, космодромы, у них не получится отказаться от посадки на баржу, слишком как-то они к этому привыкли, потому что смысл конавирал, да, поэтому они тоже, вот видишь, опять же, вот если бы у нас была, мы бы все едины были, представляешь, да, и бы мы были бы все однами, ой, Россия, как одна сторона, то было бы вообще, была бы в принципе не проблема все везде понатыкать и везде сбрасывать всю хрень и сделать зону отчуждения, так скажем, но видишь, все-таки приходится и пробовать на баржу посадить, причем у них нихрена не получилось, опять же, как здесь написано, и в общем, ну, в общем, нам в комментариях написали, что хоть, а даже у нас в комментариях, пацаны это понимают, хотя может, девчонки, я уже не помню, ну, вроде пацаны, что вернулась эта ступень, вернулась, но не полетит, надо, мне кажется, вот я, как физик, с гигантским бэкграундом, так скажем, надо обрабатывать чем-то вокруг, типа жидким дерьмом каким-нибудь, который будет защищать прям все от всего, ну, кстати, да, практически аэрогелем, которым зубы чистить потом последнее, но и тем не менее, вот какие-то такие супер жидкие штуковины нужны, которые будут все трение нивелировать, прям, я не знаю, возможно, ты сейчас как тот мальчик, про который мы в последней статье, сейчас, я думал, как тот мальчик, который пришел к Падме, следующая статья, короче, маленькая, вообще небольшая, про то, что появилось видео, с бортовой камеры на ракете, стартовавшись с космодрома Восточный, мы недавно совсем рассматривали, что пацаны построили Восточный космодром, и вроде бы не зря, и мы даже поговорили, почему, посмотрите наши старые подкасты, а здесь вот есть видео, с камерой, не то, что GoPro на нее прилепили, а какую-то именно особую, потому что надо выдерживать, как мы поняли, всякую хрень, возможно, GoPro в аэрогеле, опять же, обработанную, и сравнили с видео, которое было тоже прикреплено, это было, короче, на Союзе, чтобы вы понимали, с Восточного, это Союз 2А, бла-бла-бла, есть еще видео с Европейское космическое агентство, вот это Sentinel 1А, тоже, космодрому Куру, тоже есть вот видосик, и, собственно, чувак, краткий факт по видосу, по нашему конкретно говорит, им объясняет вопрос, почему ракета поворачивает с обоих видео, и тут он, опять же, мы рассматривали это все, что ракета направляется, у нее есть свои... специальные коридоры, что только так можно лететь, поэтому... почитайте, опять же, посмотрите, почему после отделения первой ступени, четыре морковки, их кончики окутываются пламенем, например, он объясняет, что там, опять же, когда ступени отрываются, вот эти клапаны, кислород, короче, под давлением хреначит, он поджигается, он поджигает топливо, да, поджигает топливо, потому что из-за кислорода же у нас все горит, а в выхлопных газах чуть-чуть в избытке топлива, поэтому он горит так, охватывает пламень, у меня прям эпично написано, да, почему сразу после отделения блока выведения камера начинает вращаться, например, потому что сразу после отделения на третьей ступени, выделения, тоже открывается дренажный клапан кислорода, и она начинает на этой тяге уходить в сторону, понял, короче, там, опять же, физические всякие штуки влияют на нее, камеры нашли на упавших ступенях, например, нет, камеры, чуваки хотели GoPro на халяву Hero 4 получить, например, или AeroGel, которым она обработана, да, камера передавала данные по радио, подозреваю, что из перестраховки картинку не передавали в эфир сразу, ну да, вдруг там кто-нибудь матюкнется, рядом, нахрен надо на такие проблемы, да, насколько нужна, нужна вещь, такие камеры, главным образом они нужны для пиара, и красивый картинка, как и вся деятельность SpaceX, да, SpaceX, Илона Маска, я понимаю, что сейчас не о нем, но да, кстати, дисклеймер, мы посмотрели видосы, знаем теперь, что такое AeroGel, мы просто шутим, не надо нам повторно скидывать, видеть, что мы дебилы, это может и так, но не надо нам об этом говорить, ну и в общем, завершающая такая, тема, про пацана, ну продолжаем, неделю назад мы это обсуждали, или две, я не помню уже, так, что-то по-моему, недавно, и нам все накидали в комментариях, что чуваки, вы уже не правы, ни хрена, и парень, про который вы говорили, а я просто вам напомню, что чувак, ты не помню, сколько ему лет, что-то типа 11, может и 13, ну не важно, пацан канадский, вроде как, Пуильям Гадури, или Гадури, сказал, что он высчитал, по всем строениям, и звездам Майя, где будет последнее поселение, самое крупное, бла-бла-бла, может быть не последнее, но еще одно, одно из крупных, крутое поселение Майя, и он высчитал, и вроде как, даже открыв карты, он увидел это поселение, вроде как, это просто такая небольшая предыстория, я в общем вам скажу, что это даже пацаны из канадской газеты в основном раздули, вот это Le Journal de Monreal, с учетом того, что оно типа по-французски, видимо он Гадури, видимо Гадури, да, пацаны раздули, они понимаешь в чем дело, возможно они со слов даже мальчика, и поверили ему, и Падме, поверили тоже, не проверяли ни хрена, он сказал, что мне чуваки даже из университета помогли, понимаешь, и что даже, короче, в общем, практически пруфы, но, короче, а они что ему помогли, как оказалось, на самом деле, ученые из университета просто сказали ему, давай если ты высчитал, попробуй просто воспользуйся гугл картами, и посмотри, что там на самом деле есть, и, ну все, на этом их общение прекратилось, на этом вообще не прекратилась помощь, и не то, чтобы там сразу стали собирать экспедицию, как мы зачитали в прошлый раз, и он открыл действительно гугл карты, и действительно, каким-то образом, видимо чудом, он скорее всего подогнал еще дополнительно, ко всему прочему, но он увидел на гугл картах такой квадрат, который мы видели, и как будто, знаешь, типа там пирамиды, допустим, стояла майя, поселение какое-то, и здесь вот на гиг таймсе, пацаны гадают, что скорее всего, там еще везде описано, что его там везде, короче, в общем он прошелся по всем сайтам, и даже на гиг таймсе был, короче, по всем канадским, я уж не говорю, по всем мировым, значит, но чуваки развенчивают, значит, во-первых, почему журналь de monoreal опубликовали всего одну фоточку, короче, вот эта вот презентация, да, несмотря на то, что снимки есть, распоряжение журнала, непонятно для кого они их берегут, да, во-вторых, короче говоря, он ничего не учитывал, опять же, не учитывал все изменения коры там, почвы, вот изменения, даже масштаб, то есть, грубо говоря, здесь написано, дайте мне карту любой местности в России, я за полчаса подгоню под нее какой-нибудь фрагмент звездного неба, играя масштабом, вращаясь в звезды, вот да, то есть, как бы, опять же, пацан много чего не учитывал, к тому же, он не учитывал, что рядом есть какие-то, может быть, а, в общем, тут еще чуваки развенчивают, что они старые поселения майя, которые уже стопудовые, которые прям откопали, прям там, вот знаешь, с помазочком протерли, не помазочком, а кисточкой, кисточкой, можете помазочкой, короче говоря, величин, да, короче говоря, сравнили, на самом деле, они не так выглядят эпично, они такие квадратные, как чувак, да, 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 то есть это бред, скорее всего, и, и одно из самых последних прикольных, что чуваки просто с помощью, сервиса Google Earth Engine, движка Google Earth, отмотали просто назад чуть-чуть, что было раньше, фотографии со спутников, на самом деле, этот квадрат появился, не совсем к мае, а в 99-м году, то есть чуваки просто, скорее всего, поле, возможно, конопли посадили, не реклама сейчас, не, ну там написано, что, написано, нет ни одного современного города на расстоянии 100 километров, пишут журналисты, журнал de Montreal, однако, обычные деревни, там все в 15 километрах, и они окружены такими же квадратами, это просто лесные вырубки, ну вот, вот такая, короче, вот опровержение вам, если вы вдруг плакали, и думали, какого хрена мелкий, что-то нашел, а я ничего не нашел, он тоже ничего не нашел, да, кстати, смешно, там еще по годам есть гифка, как чего вырубали, и видимо, это все-таки не мая были, потому что это было совсем недавно, ну вот, у нас в принципе есть что, последняя, так скажем, обойка, последняя тема, не, у нас есть предпоследняя тема, мы вам еще раз напоминаем, что можно нам весь фидбэк по сайту, написать в форму, написать в наших соцсетях, написать в комментариях под этим видео, и вообще, можете пожертвовать нам на развитие проекта, чтобы мы и дальше могли Arial ставить, просто на сайт и все, да, можете поддержать нас, нажимайте youwapdesign.ru slash donate и youwapdesign.ru slash smart tape да, ну давай попробуем обсудить, что у нас на картинке, я вот, мне просто понравилась картинка в этот раз, я сам еще не знаю, что на ней, попробуйте но опять же, раз мы сегодня все вспоминаем, то в принципе, мы в Америке очень до хрена пользовались, пользовались кнопками вот этими, UX кнопками, так скажем, которые помогают тебе переходить через дорогу, когда ты уже до нее дошел, в нашем случае переезжать через дорогу на велиписипеде, да, здесь такой олдскульный вариант, потому что в Аляске мы видели достаточно хай-течные хрени, там она чуть ли не сенсорная, там мы пальчик туда вставляли, и мы его еще не до вставливали, она уже срабатывала, но здесь такая вот кнопка механическая изображена, и я, значит, что думаю, ну-ка, это вот, допустим, наш слушатель, любой, просто, ну, просто которому нравится слушать наши подкасты, я надеюсь, таких много, я думаю, большинство, по процентам, если пайчарт посмотреть, то 98% это кому нравится, а 2% это нравится, но они боятся себе в этом признаться, они после нашего подкаста сразу же нажимают кнопку вот эту, вот эту кнопку, они послушали подкаст, нажали кнопку, и целую неделю у них как бы такое ожидание, когда же перейти вот по этому подкасту, когда же пройти, пересечь дорогу нашего подкаста, так скажем, они нажимают и ждут сигнал. Наш подкаст пересекает дорогу их жизни, да, и причем несколько раз каждую неделю. Да, они просто нажимают и ждут. Да, завершим это все еще одной историей из нашего американского прошлого, Вспомни, как нас мусоратом остановили Да, полицейский Да, когда мы именно переехали дорогу, не остановившись на стопе Причем там даже никакого ничего не было, переезда не было Мы просто вообще взяли Да, там перехода даже не было, пижаков вообще ничего просто И чувак к нам подъехал с мигалками, с говном Говорит, вы что, чуваки, а юга из Сирии, если вообще? И самое главное, что я вам ответил Блин, чувак, я давал знаки только для машин Я давал, на велосипед они не распространяются Он говорит, я тебя на капот в следующий раз посажу Посмотрим, как они для тебя не распространяются Я не понимаю, он прям брутальный, очень сурово нам все сказал Но не штрафовал, господи Он сказал, что чуваки, по-моему, по 40 баксов с каждого за такое Ну да, да Вот, но давайте, окей, на первый раз А мы еще тогда получали вот Мы еще из пенсионки ехали И social security office Да, social security получали И как бы спешили на работу быстрее И вот такой эксцесс на евро И абсцесс из нас потом Абсцесс у нас был бы, если бы он нас на капот Посадил потом Не дай бог, чуть-чуть фу Ну вообще, да, подписывайтесь на нас в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе Подписывайтесь, кстати Недавно я для себя осознал У нас же есть канал в Телеграме В котором все новости публикуются Можете на него подписаться Можете в чатик телеграмовский зайти подеградировать Все, как мы любим И да, не забывайте ставить лайки на Ютубе Они влияют на ранжирование В Айтюнсе пишите отзывы Ставьте звездочки Они влияют на нашу либидо Не дай С вами были Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня, пока Пока